Все, да, запись пошла, соответственно, сегодня я не один, я вместе с Женей, мы, собственно, живем в Абу-Даби, и так, ну, мы не первый раз уже проводим эфир, первый раз мы проводили, по-моему, в конце прошлого года, мы проводили такой эфир, тоже разбор в Хаби, Хаб 71, а, собственно, Жень, можешь просто пару слов рассказать о себе, и мы, собственно, как раз, да. Да, на самом деле вся вот эта история с LinkedIn ко мне пришла из моего рекрутингового бизнеса, с 2016 года я организовывала хакатоны по всей России, сначала Украине и Белоруссии, потом я переехала в Америку, и там открыл ее лицо и начала нанимать победителей хакатонов в разные международные компании в Америке, в Европе, вот, а потом так классно случилось, что случилась пандемия, и во время пандемии куча людей потеряли работу, и, по сути, даже если вы какой-то прям outstanding expert, вам все равно нужно было научиться как раз переупаковывать резюме и LinkedIn, и я, ну, во-первых, свой knowledge и тех рекрутеров, которые у меня работали в команде, мы как бы развернули сторону там разработчиков, с которыми мы работали, да, потому что основной наш клиент все-таки это были корпорации и стартапы, вот, и мы стали помогать людям, которые искать работу хотели во время пандемии, и дальше после этого я еще прошла разные американские тоже, в том числе, курсы про личный бренд, про профессиональный бренд, как делать outreach и продажи через LinkedIn и прочее, и дальше как бы все это переросло в то, что я сейчас занимаюсь фандризингом и тоже использую LinkedIn, вот, моя сейчас основная деятельность, это уже не рекрутинг, а я привлекаю инвестиции стартапом C-Series A от 2,5 миллионов до 10 миллионов долларов, вот, вот, и по-прежнему периодически ко мне приходят люди, которые переупаковывают LinkedIn, но уже на самом деле реже для поиска работы, в основном это все-таки действительно для продаж на международном рынке, для привлечения инвестиций, ну, и бывает такое, что для перехода из наема в предпринимательстве. Бизнес, я понял, гуд, это русскоязычные, нерусскоязычные, сейчас, наверное, больше, и тети, я так понимаю, гуд, смотри, мы, сегодня профиль будет разный, собственно, как раз, А, да-да-да, собственно, меня зовут Ваня Доронин, я последний год, кстати, вот завтра будет ровно год, как я нахожусь в Абудабе, я project manager в местной компании G42, IT-компания, мы внедряем там дата-платформы, email, все, что связано там, ну, с искусственным интеллектом, да, в местных компаниях государственных, Собственно, я project manager, все, что, ну, все, что касается управления проектами, до этого я работал в Готвипаме, до этого работал 9 лет, 10 лет в российских банках в ЭТБ-СБР, а последние два года я провожу подобные эфиры, собственно, как раз я все свои последние офферы за два года нашел благодаря LinkedIn, благодаря Network, благодаря тому же Outreach, собственно, и как раз вот провожу такие эфиры для того, чтобы людям показать на конкретных примерах, как можно искать работу в LinkedIn, как можно прокачаться, как можно развивать там свой бренд, свой консалтинг, да, собственно, для того, чтобы, ну, по сути, закрывать те цели, которые есть, ну, в большинстве там 90% это, конечно, поиск работы, это оффер, да, но, собственно, как раз есть и там другие вещи, да, собственно, поэтому здесь это, наверное, как бы основные вопросы. Для всех, наверное, что такое G42? Наверное, все слышали новость про Time и про то, что... С Microsoft, ну, полтора миллиарда? Да, а потом то, что Шейх Тахнун стал топ-100 инфленсеров в мире. Да, 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 то есть... Чтобы люди ассоциировали, что такое G42? Ну, то есть G42, это как семейная компания, как я говорю, семейный бизнес, ну, тут все семейный бизнес, на самом деле, в Эмиратах. А председатель совета директоров, это Шейх Тахнун, это брат президента Эмиратов, да, он как раз вот получил премию от издательства Time, собственно, как один из, как это, выдающихся лидеров, да, в области искусственного интеллекта. Вместе с Джек, кто там был еще с этим, который... Там несколько человек, да, NVIDIA, SEO, NVIDIA, да, знаменитый, и... А, кстати, с Карлетт Йоханссон тоже, по-моему, да? По-моему, да, я, честно, не смотрел весь список, вот про председателя, да, я смотрел. Короче, ну, то есть, условно, это такой, ну, хедлайнер, да, соответственно, сейчас это местный, и происходит, по сути, там, последние, там, несколько лет тоже эта экспансия на международный рынок. Собственно, компания там, это классическая международная, то есть, у меня руководитель сингапурец, и местные коллеги работают, и индусы, и ребята из Казахстана, из России, из Беларуси, Украины, короче, реально. Такая международная история. Собственно, очень классная, ну, собственно, очень вдохновляющая и понятная, как бы, перспектива. Собственно, как раз, и да, вот в последнее время тоже очень много про Эмиратов говорил, у меня как раз и посты были, и про поиск работы, и про интервью будет, и про, там, про стоимость жизни. Я, кстати, недавно за эту визу получил две недели назад буквально, да, то есть, как раз... Давай небольшой тесклэмер, как ты это сделал, я думаю, что многим интересно. Это виза на 10 лет, да. То есть, это, по сути, долгосрочный, как бы, ВНЖ в Эмиратах, да, у нас какой промо, да, но виза-биза удается в нескольких случаях, там, за инвестиции, за покупки, там, дорогостоящих квартир, ну, и, собственно, специалистам, которые имеют, там, высшее образование, поэтому получайте высшее образование. Любой диплом, магистр, хотя бы бакалавр. Хотя бы бакалавр, неважно, это российский вуз, это международный вуз, неважно. Вот именно сама корочка, хотя бы для таких вещей, как, там, условно, виза талантов, какие-то, ну, повышения, да, они очень-очень-очень важны. Меня спрашивают, зачем получать, типа, высшее образование, если, там, можно курсы пройти, у тебя будет база, да. Серьезно, такое? Да, такое спрашивают, да. Ну, собственно, это молодые ребята и девушки, да, там, условно, там, 17-18 лет, там, до 20. Но это реально очень важно, как раз вот для этого. И, собственно, как раз золотая виза, да, позволяет жить в Эмиратах 10 лет, собственно, и я отвязан от работодателя, как от спонсора. То есть, чтобы вы понимали, когда вы приезжаете в Эмираты, вам дается рабочая виза, и кто-то выступает вашим спонсором. Например, ну, чаще всего это работодатель, да. То есть, условно, если вы от работодателя уходите и не находите быстро другого, а тут бывают частые случаи, когда долго ты ищешь, там, другую работу, то, соответственно, вам нужно в течение, по-моему, двух месяцев покинуть страну. Ну, со всеми вытекающими, да, закрытие всех счетов, закрытие, там, всех этих договоров аренды и так далее. А золотая виза, по сути, она позволяет долгосрочно планировать и, собственно, как раз, ну, жить себе, собственно, в удовольствии. При этом не обязательно находиться в стране полгода и так далее. То есть, ты можешь выезжать, там, на год, через два приехать и так далее. Поэтому это очень сильно как раз подспорье в плане, ну, какого-то планирования, да, там, жизни. В первую очередь, вот. Да, теперь про план на сегодня. Что мы будем делать? Мы с вами решили собраться, разобрать профили. Формат — это будет просто разбор профилей. Мы будем показывать экран, что конкретно мы разбираем. Для того, чтобы у вас появилась такая же насмотренность на LinkedIn, как у нас, и вы поняли, как смотрят на LinkedIn люди, которые, например, вас могут нанять или которые могут у вас что-то купить, или которые могут проинвестировать в ваш проект. Вот. И мы будем выбирать самых активных из тех, кто здесь присутствует. Да, да, да. И плюс еще нам кидали разные ссылки в чатике. Мы какие-то профили тоже посмотрели и поняли, что будет интересно всем разобрать. Наверное, мы возьмем разные роли, да? Да, мы возьмем разные роли, чтобы не повторяться. Я предлагаю взять условно сейчас два-три профиля, разобрать быстренько, потом взять из чата, потом, соответственно, те, которые тебе прислали, профили. Да, ну, просто говорю, по сути, все повторяться будет, да, потому что, как бы, ну, логика, она едина для всех. Ну, там она отличается найм-ненайм, да, но тем не менее. Так, ну что, начинаем тогда с Эльмира. Давай. Ты начнешь тогда. Так, ну да. Ну, в общем, мы в прошлый раз эту историю обсуждали, что в строке роль должна быть роль. И мы потом пришли, да, пришли... Мы показываем экран? Да, экран на шеле, да. И мы пришли к выводу о том, что если ты пользуешься сейлс-навигатором, то здесь действительно должна быть роль. То есть ты, например, продаешь человеку, который занимается СТО-роль. Вот у него должно быть СТО-напись. И чтобы ты, как бы, у тебя был лучший мейш с тем человеком, который тебя хочет найти через сейлс-навигатор, работает так. А если просто через поиск, да, вот как, например, рекрутер ищет, то лучше, наверное, чтобы здесь было как можно больше слов. То есть, например, я, рекрутер, ищу JavaScript-разработчика. Здорово, если этот JavaScript будет написать сейлс-навигатором. Вот как здесь, например, JavaScript, там, как язык, да, окей. Да, то есть тогда LinkedIn будет помогать этому поиску. Поэтому вот прям правило с той встречи, которую я запомнила. Если вы ищете работу, то здесь, конечно, должны быть все ваши ключевые слова. Если вы, например, предприниматель, то лучше, наоборот, все убрать и оставить только то, что вы имеете в ключевое. Это CEO, founder и так далее. Ну, там, чего-то какие-то там, чем какой бизнес, сто процентов. А то есть, как бы, вот если, возвращаясь к профилю Эльмира, вот если говорить про хедлайн, да, вот что бы ты поменяла бы, ну, или, наоборот, оставила бы? Ну, я так понимаю, что он может потенциально искать работу. Он open to work, да, ну, сто процентов. Вот, поэтому lead frontend, окей. Ну, то есть я бы, например, сэкономила место, убрала вот этот central credit bank, потому что тут написано, где он работает. Оставила бы lead frontend, оставила бы React, next.js. Next, TypeScript. Да, вот это вот все. И, например, вот там три плюс года экспириенса, это точно не нужно, это не будет ключевым словом, это просто съедает место. Open to work тоже не нужно, потому что здесь есть. Так, есть Open to work. Location тоже не нужно, потому что есть Казахстан. И Telegram в целом окей, но можно, на самом деле, если так прям хочется, его куда-нибудь закинуть, выбрать. Можно, можно так, да, что я бы, на самом деле, поменял, я бы в первую очередь, я бы задумался насчет фото. Фото классное, офисное, очки необычные. Можно для разработчика, мне кажется, подходит. Не, ну, для разработчика, да, но я бы, опять же, сделал, ну, то есть, опять же, люди по-разному воспринимают, да, просто фото, это нас встречают в падежке всегда, да. Соответственно, если мы там в закрытой позе, если мы угрюмые, фото с паспорта, да, вот с этим покерфейсом и так далее, да, то люди нас воспринимают как... Какая у тебя сенсация вот на этой фотографии? Ну, не знаю, я бы вот, если бы не видел, что Энмир фонтент разработчик, я сказал бы, какой-нибудь диджей, может быть, там. Я бы подумал, что он, может быть, какой-нибудь 2-3 энтузиаст. Может быть, кстати. Любит вечеринки и грибы. Добрый вечер, да. Не, ну, как бы видно, что, ну, что модная прическа, модные очки. Да, на самом деле можно сделать, на самом деле просто, вот как бы, ну, условно, да, понятно, что это селфи, да, как бы на вытянутой руке, но чтобы можно было бы улучшить, я бы просто обрезал бы фон, да, есть тузы, просто, ну, онлайн, да, там, типа, от Adobe, ты вырезаешь фон и просто какой-нибудь там монотонный что-нибудь подгрузишь, чтобы не было видно этого офиса. Опять же, это как бы чистая такая история, но просто я тестирую много фоток, и, соответственно, люди воспринимают по-разному. Улыбка 100%, взгляд в камеру 100%, никаких закрытых поз, никаких темных очков, ну, тут как бы прозрачный все окей, никаких отвлекающих панов, типа пальмы, море, там, я не знаю, бары, какие-нибудь еще что-то и так далее. Хотя у меня была одна фотка, кстати, там, я тестировала, девушка, продакт-менеджер, она на свадьбе с бокалом стояла, мы обрезали просто фотку, ну, как просто лицо, и отлично зашла. Еще фото черно-белое было, кстати, между прочим, и все очень хорошо отреагировали на, собственно, фото. Давай, короче, посмотрим, как, вот что ты имеешь в виду, как классно отреагировали на фото. Я всегда, на самом деле, советую это людям, которые начинают делать фанрейзинг. Я говорю, потестируйте все. Что первое люди видят? Вот вы когда закидываете заявку в друзья, есть всего несколько вещей. Ну, вот давай, вот мне, например, вот мне закинули в друзья. Давай откроем MyNetwork. Ну, вот, закинули, да. То есть видно фотку, видно ваше имя. Что еще видно? Фотку, имя, роль и общие контакты еще, кстати. Да, и общие контакты. Вот эти вещи должны бить по всем органам чувств. Ну, как бы встречают. То есть фотография должна быть улыбчивая и красивая. Имя понятное, как бы не поменяешь. Роль, должна быть роль. И большое количество общих друзей, кстати. С котиками, да. Да, это как бы, ну, опять же, встречают подежки. И смотрите, вот как здесь вот. Не нужно делать вот такие фотки а-ля там, я там в полный рост и так далее. Опять же, вот у Александра, например, да, тоже. С Аминкшу точно не добавили. С Аминкшу, да. Ну, хотя у нас 23 общих контактов, а вот у Алексея у нас 1800 контактов общих. У Алексея такая драматичная. Да, но это, видимо, тоже из какого-то, я так понимаю, клуба-бара. Да, и то, о чем мы говорили, что значит тестировать. Это значит, что вот берешь фотографию, меняешь и смотришь вот на Тома Утрича, который сейчас идет. Например, вы там рассылаете, не знаю, 20 сообщений в день. Сколько добавляют? Например, вот с этой фотографии добавили один из 20, а с этой пять из 20. Хорошо, значит, я то оставляю. То есть вот такие вот тесты, точно так же, как об тестировании. Вот мы так делаем. Я делаю photofiller.com, бесплатный сервис. Понятно, что люди там абсолютно рандомные, как бы там можно тестировать фотки и для бизнеса типа LinkedIn, и для сайтов знакомств, и для там еще какого-то типа там, я не знаю, ну, какой-то там типа а-ля Facebook, ну, такие. То есть ты выбираешь категорию, например, бизнес, да, соответственно, закидываешь фотку и говоришь, например, Алексей фаундер или Алексей фаундент-разработчик, да, или просто софтвердевелопер, да. И люди ставят баллы, насколько там три категории, насколько фотка дружелюбна, насколько она компетентна, там еще какой-то показатель. И на самом деле ты просто кидываешь несколько фоток и выбираешь, у кого больше баллов. По факту, я говорю, самые лучшие фотки, действительно, взгляд в камеру, улыбка, нейтральный фон, ну, или что-то такое неразвражающее, да, там, может быть, не знаю, там, ну, какая-нибудь монотонная история, да. Да, и, собственно, там, одежда вообще не играет значения. То есть одежда не играет значения. Понятно, что если ты, там, супер-пупер сел, там, какой-нибудь, там, и так далее, понятно, лучше какой-нибудь деловой костюм, а не, там, мятую майку, да. Но, как бы, тем не менее. Короче, вот... Это, условно говоря, в акции деловой костюм. Да, это может зайти на деловой костюм, но тут закрытая поза. То есть, грубо говоря, если бы Александр бы обрезал фотку по грудь, было бы гораздо лучше. И вырезал бы, ну, окей, может быть, там, зеленушка – это ок, но, как бы, тем не менее. Поэтому можно, ну, вот, давай, там, еще посмотрим, там. Клара, классная. Клара, да, классная. Правда, улыбка немного натянка, не знаю, опять же, каждый, по-разному люди улыбаются. Соответственно, ну, вот, это, как бы, классические такие портретные фото, да. Ближе, наверное, к паспорту. Условно, если... Вот я бы Клару добавила, несмотря на то, что у меня 7 друзей с ней. Да, ну, Клару бы добавила. А вот еще тот парень, Алихан, тоже. Алихан, да, тоже. Опять же, да, ну, понятно, студент, да, наверное, если ты, там, субменеджер в тренингах, ой, в спортивном костюме нет. Соответственно, вот такие фотки, на самом деле, как у Виктории, это не для LinkedIn, это для... Инстаграма отлично. Да. Отлично, да, соответственно. Это вот у Евгения тоже прикольное фото, это есть его... Собственно, селфи, кстати, на самом деле, селфи хуже оцениваю. Я тебе могу сказать, что селфи, особенно фотку в зеркале и так далее, там, на вытянутой руке. Лучше попросить кого-нибудь, вот, Айнура, да, хороший, Максим слишком серьезный, в кепке не надо, на фоне, там, церквей не надо, Рахат классный, но это, мне кажется, какая-то и яй-фотка. Да, это тоже, мне кажется. Ну, собственно, как бы, Владислав что-то скрывает. Короче, да, тут можно как бы долго... Да, давай скажем, почему вообще мы решили так серьезно отнестись к фото? Почему это важно? Потому что, я говорю, это первое, на что смотрит человек, когда видит профиль. Это первое. На самом деле, я говорю, вы можете даже не замечать, но интуитивно, просто, если человек хотя бы улыбается вам, и вы видите эту улыбку в кадре, да, вы уже воспринимаете его как, ну, что-то, ну, короче, более дружелюбное. Вот и все. Собственно, поэтому это очень важно, на самом деле. Вот для LinkedIn важно, там, в резюме можно, ну, там, в зависимости от страны, да, где-то можно, где-то нет, но LinkedIn очень важно. Поэтому... Вот, а что ты скажешь по поводу баннера? Вот для меня баннер тоже человек. Баннер – это важная история. На самом деле, я... Это у меня первая ассоциация, что человек не посещает эту страницу. Да, ну, как бы, ну, по количеству, опять же, фолловеров, можно сказать, что он достаточно активен, собственно, и по активности тоже. Он есть часов назад, 23 часа назад. Я буду проверять. Вот я зашла, я рекрутер, я увидела эту страницу. Ну, я могу сказать, что мое мнение, что баннер для тех же фаундеров, он очень важен, да, собственно, как раз. Но для поиска работы хорошо, когда он есть, лучше что-то поставить, чем ничего. Собственно, да. Поэтому я рекомендую, если там не какие-то баннеры а-ля в конве, да, там есть в конве бесплатный баннер, LinkedIn баннер с любой, реально на любой вкус и цвет, да, там со всякими этими имейлами, там и так далее, слоган можно. Или просто какую-то ассоциацию человека, например, стартапер в Америке поставить просто там, какой-нибудь Golden Gate, да, например? Можно Golden Gate, можно логотип компании, какой-то слоган компании, да, наверняка. Конечно, нужно перебирать, потому что если сильно брондируешь баннер, то кажется, что ты сейлс-бот, и конверсия реально падает. Да, есть такое тоже, если условно ты везде ставишь, да, что-то как будто типа там продаван и так далее, да, есть такие, ну типа везде там ссылками утыкано, поэтому нужно что-то, да, более такое. Ну, опять же, у каждого своя цель, может быть, ты больше как хочешь продажником работать. Нет, смотри, вот, например, даже если в компании роль сейлс, да, мы специально меняли роль, и человек назывался, например, Head of Value, Head of Value Creation, или какие-нибудь бизнес-форсии. Это служба заботы о клиентах, customer care. Да, да, максимально, чтобы не ассоциироваться с сейлс, потому что каждый раз, когда ты видишь фотка и сейлс, сразу же говоришь нет. Слушай, ну это хорошее, или как он бизнес-девелопмент-менеджер, туда же, да. Ну, кстати, это хорошая история, как он, а если аккаунт-менеджер, нормально? Аккаунт-менеджер, да. Нормально? Поддержка отношений. Типа это. Это можно тоже переформулировать как relationship-менеджер. Relationship. Ну, тут бизнес-менеджер. Ну, да, 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 да. Да, хорошая история, да. Поэтому баннер лучше поставить, да, вот fotofiller.com, да, вот-вот, видишь, там как раз, ой, ну, короче, можно, вот тут представили, fotofiller.com, там в гугле, да, вот ссылочку в чате скинули, можно как раз использовать. Там компетентность, приятность. Да, ребята, кстати, вопросы сюда пишите, в чате к ним тоже будем. Да, 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 пишите. Короче, давайте, давайте дальше. Соответственно, я полностью согласен, то, что Женя сказала, локация open to work, Telegram, ну, Telegram, окей, можно оставить. Три года опыта. Можно использовать это место, а поместить в это вот и балл. Слушай, а как ты, я тут слышал мнение, мне тут скинули видео одного американца, ну, условно, американского карьерного консультанта, который говорит, что, типа, в хедлайне все пишут там позиции, всякие стейки и так далее, но мало кто пишет, например, что там, условно, lead frontend developer, не знаю, заментарил 10 человек или, я не знаю, там, участвовал в 10 проектах, например, то есть какие-то достижения. Что мы, там, TEDx speaker, например, или, там, три раза экзоткнулся с компанией. Это я часто вижу. Ну, подожди, это ты говоришь про фаундеров. А если мы говорим про тех, кто в поиске работы? Например, что он, там, 10 раз победил хакатон, да? Да, да, да. Типа, там, видите, the most valuable employee of the year, например. Ну, я условно говорю. Или, там, я не знаю, improved quality, там, code quality by, там, 15%, там, year to year, например. Согласен, да. То есть, там логика такая, он говорит, типа, все пишут вот эти ключевые слова, просто чтобы в поиске, да, там, по JavaScript, ну, как там, по React, но мало кто пишет какие-то вот короткие достижения. Просто он говорит все это еще, что если рекрутер смотрит, там, например, LinkedIn рекрутер, мы чуть попозже, я покажу, как это работает. А типа он, как бы, ну... Вообще, кстати, мне кажется, это тема прям. Ну, да, да, давай. На самом деле, вот, как сейчас, там, мы, там, прожариваем профили, но мы никогда не показываем внутреннюю структуру, как пользоваться, да? Например, классно, если ты можешь показать приложение рекрутера, как это с обратной стороны выглядит? То есть, что конкретно видят рекрутеры, когда они ищут кандидат? Да, кстати, это инструмент, это платная подписка, она, я не помню, сколько стоит, не очень дорого, там, что-то 20-30 долларов. Ну, я еще по турецким, там, тарифам, там, вообще копейки. Обычно сто. Да, обычно сто, я, там, около 20, там, ну, примерно. А, соответственно, как эта штука работает? То есть, ну, давайте условно, да, ну, можно по Казахстану, кстати, найти, посмотреть, как это. Можно по Эмиратам. Можно по Эмиратам. Короче, смотрите, я рекрутер, да, собственно, я хочу найти фронт-энд-девелкера, например, да? Ну, не ли да, давай просто фронт-энд, да, просто, чтобы больше людей было, да? Пишу фронт-энд-девелопер, нажимаю Enter. Соответственно, мне сейчас миллионы, миллионы, вон, 2 миллиона результатов. То есть, 2 миллиона человек, которые считают, что у них есть либо опыт фронт-энд, ну, они либо как-то ассоциированы с фронт-энд-разработкой, да? Соответственно, что я ищу дальше? Например, я ищу в Дубае, да? Ну, то есть, я рекрутер, а по умолчанию, кстати, собственно, ну, то есть, локация указана, ну, та, которая есть у рекрутера. Ну, это логично. Это такой маленький дисклеймер. Может быть, те, кто сейчас предприниматели и считают, что для вас эта информация не актуальна, она актуальна, потому что вы часто, например, продаете СТО или продаете ваши сервисы, там, СПО, да? И вы точно так же через этот рекрутер можете искать свою целевую аудиторию, потом ее выгружать, загружать ее в СРМ-ку и делать там аутрич. Да-да-да, тут тоже можно выбирать, делать списки и так далее. Тут, на самом деле, ну, хотя про аутрич, я больше там всякий лимпинг-хелпер использую. Ну, ладно, это реально, можно отдельный эфир делать про эти аутричи и так далее, про аутрич. Короче, смотрите, да, то есть, я ввел фортен-девелопер, ввел Дубай. У меня показывает, соответственно, 6,5 тысяч человек плюс, да, соответственно, из них, я вижу, что 4 тысячи, у меня функция фильтр недоступен, это там суперкорпоративные версии только, 4 тысячи ищут работу, open to work. Это скрыто и открыто. То есть, мы отсекаем уже сразу одну треть. Соответственно, дальше, соответственно, сейчас давайте к фильтрам вернемся, там интересная история, что, как ранжируются результаты. На самом деле, результаты в поиске рекрутера ранжируются абсолютно рандомным образом. У разных рекрутеров будет своя выборка. То есть, условно, если ввести одни и те же параметры, фортен-девелопер, не знаю, 3 года опыта Дубай, у каждого будет разная страница, первая, ну, вторая, третья и так далее. Как LinkedIn работает? LinkedIn работает по следующим параметрам. То есть, ну, вот это видно все на первом экране, да, то есть, как бы не проваливаясь в профиль. Да, тут, кстати, чуть больше, чем когда человек добавляется. Но что важно, да, то есть, понятно, имя, фамилия, позиция, ну, то есть, есть фронт-энд, позиция в банке Машрек, Дубай, логично. Да, и, соответственно, LinkedIn подсвечивает вот эти как раз ключевые слова. То есть, условно, если я веду какой-нибудь реакт или веду какой-нибудь, там, не знаю, скрам, канбан и так далее. Если у человека это написано в хедлайне, вот как здесь, например, у Давида, да, либо на последнем месте работы, последних трех, да, LinkedIn это подсвечивает, ну, то есть, как бы выделяет именно жирным шифт, ну, короче, выделяет жирным. Да, собственно, показываются последние три места работы, либо три последние позиции. Например, если человек работает, условно, каждый год повышается, да, у него показано три последние, ну, то есть, там, лид, миддл, там, я не знаю, миддл, лид, там, тим лид, да, например, условно, последние три места работы. Всегда показывается образование, поэтому очень важно, как раз, да, чтобы было указано актуально, там, мастерс дегрид, бекалавр, MBA, неважно, там, PhD и так далее. Ну, кто на что учился, да. А очень важно как раз скиллы. Видишь, тут LinkedIn на основе своих каких-то алгоритмов говорит, что чаще всего фронтенд-разработка ассоциируется вот с этими скиллами. React, jQuery, там, HTML, JavaScript и script-git. Слушай, а это не те, которые они сами выбирают в Job Experience и в Blocky About, то есть, сейчас, это тоже важно. Это и то, и то. На самом деле, это скиллы, которые и в About, и в, соответственно, в профиле есть, поэтому, на самом деле, видишь, список, он одинаковый. То есть, здесь он может отличаться у, как бы, разность, да, у кого-то, видишь, 9, у кого-то, там, 10, да, и так далее. Но это самые такие типовые скиллы. То есть, LinkedIn, думаю, считает, что у фронта вот ассоциация такая. Поэтому я как раз и говорю, что нужно добавлять максимальное количество скиллов. Сейчас 100 штук можно добавить. Просто каждый скилл – это ключевое слово. Я не знаю, вот что гид – это и с фронтендом ассоциируется, да, ну, условно, как я могу предположить. Только добавить его и посмотреть, да, собственно. И вот смотри, есть еще такая интересная штука. Это как раз интерес. То есть, мне как рекрутеру важно, что если я напишу J.S.R.E., да, то она мне ответит либо с высокой вероятностью, либо с низкой вероятностью, да. Собственно, как раз LinkedIn говорит, что вот, скорее, с высокой вероятностью он ответит. Как LinkedIn это понимает? Мы можем сюда навести, и LinkedIn показывает, да, что на самом деле. Прикольно. Профиль апдейт. Профиль обновляется. То есть, человек, если обновляет профиль, значит, он как-то хочет это. Откликается на работу. Откликается на работу, взаимодействует с компанией, ставит лайки, пишет посты, комментарии. Да, и, соответственно, да, соответственно, да, то есть, я сейчас покажу еще, кстати, вот этот интеракция с компанией и так далее. И так, собственно, по всем, да, и вот по Денису и прочее-прочее, да, можно как раз посмотреть. То есть, понятно, что я буду сначала писать тем, кто заинтересован в поиске работы, да, кто, по крайней мере, смотрит, да, там, вбок и так далее. Вот видишь, у кого-то модерейт. Все то же самое, да. Ну, то есть, как бы, средний уровень. То есть, условно, там, либо давно профиль обновлял, либо еще что-то и так далее. Да, и еще, кстати, тут есть такое понятие, как активный талант. Соответственно, это те люди, которые, видишь, опоминковали резюме на LinkedIn. Резюме на LinkedIn – это значит, что они через EasyPly загружали файл. Да, соответственно, они отвечают на имейлы. Имейл – это внутренние сообщения. То есть, если Ярик, как рекрутер, напишу ему внутреннее сообщение, то велика вероятность, что он мне ответит. Да, соответственно. Или, видишь, он, LinkedIn делает статистику, что он работает в компании, где производятся сокращения. Да, прикольно. То есть, у LinkedIn же есть статистика, да, там, когда растет количество сотрудников, когда падает. Если он падает, он понимает, ага, значит, он может попасть под сокращение. Короче, сейчас сделаем вывод для тех, кто сейчас нас слушает, что конкретно будет по этому. Если вы ищете работу, то должна быть вот сейчас классная фотка. У вас должна быть в строке роль – роль. В Experience тоже должна быть заполнена какой-то ваш стэк. Да. Обязательно заполнить образование. Если вы сможете отметить ваши скиллы в блоке About и в Your Experience, то это как бы хорошо делать. И здорово вообще в целом поддерживать какую-то активность на странице, откликаться на вакансии, апдейтить профиль. Тогда ваш рейтинг будет. Будет, да. И как раз вот про это говорят, что как повыситься вот в этом поиске, да, то есть, чтобы делать так, чтобы меня искали чаще. Ну, вот как бы LinkedIn вам он говорит, да. То есть, вы обновляете профиль, вы пишите, взаимодействуете с профилем компании и так далее. Соответственно, я сейчас еще покажу. А, да, еще важный момент, перешли, чем покажу. Соответственно, это общие контакты. То есть, видишь, он показывает мне, что вот почему там, ну, на самом деле тоже рандомная история. Видишь, у Джей Шри там один контакт, а у Дэвида 62 общих, да. То есть, LinkedIn говорит следующее, что у нас есть какие-то, ну, условно, ну, как ты помнишь, в самом начале сказала? Количество общих контактов. Если ты видишь, ага, у Доронина есть там пять общих контактов, значит, мы как-то связаны. По идее, я могу ему доверять, я могу принять запрос. И ты вообще в целом можешь даже какое-нибудь уточнение о этом кандидате спросить? Конечно, да, 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 да. Понятно, что меня тоже многие спрашивают, а ты знаком там с кем-то? Я говорю, да никогда не знаком. Я на самом деле жду, когда они сделают там версию, когда вот из этих там 62 будет показано, что вот с этим лучше всего у тебя будет там introduction, например. А, я понял, то есть по каким-то там интересам. Ну, вы поняли, как, я понял, да, это интересная история. Это на самом деле в целом, ну, это такая, как это, на behavior, ну, какие-то, на привыче, что вы там одной компании следуете, что вы там общие контакты, что вы лайкаете посты этих людей, ну, или компаний, да, и так далее. Да, это хорошая история. И, короче, ну, и так по всем, собственно, профилям. Теперь смотри, я вот это недавно показывал, как бы, на самом деле я офигел от результата. Короче, смотрите, есть интересный лайфхак. Вот я начал с фильтров, да, то есть 65 тысяч фронтендов в Дубае, 4 тысячи ищут работу, из них 800, то есть это чуть больше там 10%, процентов 12, они заинтересованы в моей компании. Моей компанией, это та компания, где я сейчас работаю, G42. Соответственно, заинтересованность делится на два типа. Это follow и I'm interested. Что это такое? Сейчас я покажу. Короче, сейчас мы чуть-чуть ушли от профиля. Короче, я покажу, как это работает. Например, давай, ну, вот я показывал тоже пример. Короче, есть компания Amazon. Всем такая небольшая компания, собственно. Грубо говоря, есть у нее стабильный бизнес. Семейный бизнес, да, 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 Джеффа. Короче, когда вы заходите на страничку компании, да, наверняка есть, ну, все видели кнопку follow, да, то есть вы, типа, если подписаны на компанию, да, то, собственно, вы будете получать в новостной ленте там какие-то новости, да. Но никто не знает, что есть еще, ну, мало кто знает, что есть в разделе about такая кнопочка, сейчас вот мы ее этот, которая называется заинтересованной работе в этой компании. Заинтересованной, как это работает, на самом деле, я думаю, что это полная хрень, ну, типа, там, ты нажимаешь и все. На самом деле, сейчас покажу, предположим, я заинтересован когда-то там в Amazon, да, как это работает с точки зрения рекрутера, да, то есть я хочу фильтрануть самых лояльных к моей компании людей. То есть я вижу, что еще 817, это люди заинтересованы, то есть они подписаны на компанию, да, собственно, и если, давай просто сейчас проведем эксперимент. То есть люди, которые знают, что у LinkedIn есть такая функция, они нажали эту кнопку. Да, вот давай сейчас проведем эксперимент. Давай отфильтрую сначала только фолловеров. Вот смотри, я фильтрую фолловеров. И вижу, нет, вот мы вот так берем один. Сейчас, это долго. Так, блин, сейчас, я хочу, я хочу, увидишь, он, по-моему, чайные два. Блин, сейчас, секунду. Я показываю, там, на самом деле, очень интересная выборка. Короче, я хочу сейчас посмотреть только подписчиков. И, собственно, как раз, давай посмотрим, вот, надеюсь, сейчас. Ну, так, окей. 814 человек. Да. А смотри, сейчас, а если я хочу поставить только тех, кто нажал кнопку, я заинтересован в работе в компании. Те, кто точно знает кнопку. Да, 13 человек, ты понимаешь. Из 6500 я дошел до 13. Собственно, как раз. То есть это те люди, которые нашли эту кнопку, нажали ее, да, то есть из-за теста вот они появляются и фильтры. Ну, это такая тема. Мне кажется, я вот не верю, что это прям те люди, которые реально супер заинтересованы. Ну, может, и те, кто знает, какие функциональные. Да, да, на самом деле это так. Но, грубо говоря, если у тебя есть вот этот микроскопический шанс, почему бы нет? Ну, да, практически нет. То есть, собственно, как бы по факту нажать две кнопки. Подписаться на компанию и вот это I'm Interest. I'm Interest есть в ней везде. Ну, да. И на самом деле, мне кажется, что вот я, например, когда больше роли, да, вот я сейчас, например, нарушу себе в команду Investor Relations. И у меня там 400 откликов. Конечно же, я ищу какие-то лайфхаки, которые LinkedIn мне подсказывает, как сделать так, чтобы из 400 у меня получилось, например, 7. Дальше 7, естественно, не хватит, но я их первых проинтервьюрую. Дальше там, например, чтобы было 20, да, или там, ну, не знаю, 40 максимум, да, ну, точно не 400. Как это все проинтерировать? Ну, скорее всего, да, рекрутер действительно этим пользуется. И я думаю, что это хороший лайфхак для тех, кто ищет работу. Это хороший лайфхак. Ну, Дмитрий в целом, как бы, разумно сказал, глупо рекрутерам искать по этим скрытым чекбоксам вместо тех, кто больше подходит по опыту. Это да, но, как бы, здесь, опять же, такой вариант, что если ты и там, и там нажал, и по опыту подходишь, то, как бы, почему бы и нет. Ну, то есть, опять же, да, это некая возможность, да, то есть можно поставить унылую фотку, можно поставить красивую. Можно поставить, я там, император вселенной, а можно поставить, я фронт-энтер-зарабочек 10 лет опыта, да. Да, ребят, на самом деле, если понимаете, это как то, что мы даем, как бы, исчерпывающую, да, картину того, что можно. А что из этого вы возьмете? Конечно, да. Здесь, опять же, да, что понятно, что там баннер, ну, там, какой баннер красивый, какой некрасивый. Да фиг его знает, да, ну, как бы, это, типа, вкусовщина. Влияет ли это на поиск? Это никак не влияет на поиск. То есть, нет, фильтр там, фильтрануть по красивому баннеру, да. На восприятие это влияет, да, то есть, условно, какой у вас фасад, ну, то есть, как бы, передняя часть, да, фронт, да, то, как бы, это в любом случае важно. Если это можно улучшить, не тратя время, там, на дизайнера, на какие-то еще, почему бы нет? Да. А в крайнем случае всегда можно какую-то там, я не знаю, ну, монотонную картинку, там, не знаю, зеленую, синюю там поставить, да, это тоже будет хорошо. Ну, окей, давайте тогда… Слушай, давай вернемся к тому профилю, который мы избирали и посмотрим его job experience. Да, давайте как раз, я хочу сейчас еще кое-что, одну вещь сказать и так далее. Во-первых, не указывайте только страну, надо указывать город, то есть, например, там, не знаю, Астана, Алмата и так далее, то есть, это тоже важно. И еще пока мы не ушли ниже, это open-to-work, да, соответственно, то есть, условно, те позиции, которые, например, открытый open-to-work, да, и можно как раз сказать, да, он веб-разработчик, JavaScript-разработчик, React-frontend. Ну, в целом все есть, можно какой-нибудь еще фронт-энд инженер добавить, да, и в целом будет полная картина. Ну, и видим, что Казахстан, Канада, США. Вот насколько ты рекомендуешь дублировать вот здесь тайтлы, дальше веб-аутсяк? Я рекомендую это дублировать, я просто приведу пример, у меня в хедлайне стоит senior project manager, 11 лет опыта, там, в какой-то компании, ну, какие-то там, пару слов еще, да, соответственно, а в опыте у меня стоит 2 года назад и, там, соответственно, 3-4, product owner в Зберии ВТБ. Мне две недели назад написали product owner из Катара позицию, хотите, я там просто, там, ну, там, продукт сложный, там, какие-то соды и так далее, там, технический product нужен, я сказал, что нет, ну, сам факт, у меня нету product нигде, кроме, там, 3-2,5 лет назад в опыте, соответственно, как бы, вот такая история тоже, поэтому, как бы, лучше писать. Ну, и, естественно, Катара у меня тоже, у меня стоит Абу-Даби, а не Доха, да, собственно, как раз, ну, все равно меня ищут именно по Катару, потому что здесь у меня стоит по Мену, да, Мена-регион, да, собственно. Потому что лететь часто, может быть, ты согласишься, да? Ну, да, тут в целом недалеко, да, конечно, не налетаешься, но, тем не менее. Ну, как бы, опять же, это как некая возможность, да, собственно. Опять же, что нужно, как бы, отмечать, конечно, ремоут это классно, там, США, Канада, Европа, Китай, не знаю, в Китае есть ли удаленка, честно, я про рынок Китая вообще не знаю, никогда, ни за чем, мне кажется, там, все закрыто и рынок сам себя. Да. А, собственно, в Арабских Эмиратах на удаленку, ну, практически нереально найти это, либо какие-то смешные деньги, проще, там, деньги. Ну, кстати, в Сауде можно на удаленку найти, они ищут там и в Иордании, и в Юнкевиче. Людей, рабочих, да? А сколько платят? Ну, примерно, ну, порядок. Четыре с половиной, пять. Четыре, пять, а, ну, это как на стандартную, по сути, это как классическая удаленка. Да, короче, вот для Сауде работает, ну, то есть, понятно, вот у нас здесь Индия, Бакистан, да? Да, да. Для них, в первую очередь, почему-то и Ордания, и Египет, цены выше, понятно, и они это понимают, но они считают, что там практически лучше. Надо, да, ну, русских продажите. Да. Ну, или, ну, или, белорусов, ну, короче, СНГ, да, казахи тоже. Да. Правенцы, пожалуйста. Собственно, как бы этот, короче, да, ну, то есть, чтобы я рекомендовал как раз Эльмиру, где все окей, но, опять же, да, как бы поиграться с локациями, я бы все-таки, ну, я бы сузил бы, да, как бы поиск, потому что Канада-США, ну, опять же, без всяких виза-талантов, без грин-карты, без этого, ну, практически нереально. Все, что вы видите в United States Remote, это Remote США. То есть, когда вы живете в каком-то штате и работаете на другой штат, условно, да, там, ну, не знаю, там, с Майамина, из Майамина, там, не знаю, там, какой-нибудь там, Лос-Анджелес, да. Поэтому, как бы, вот, это тоже нужно понимать, короче, это все тестируется, и я бы тут поигрался бы со странами. Давай с опытом. А, About будем смотреть? About. About очень маленький. Да, но, как я обычно говорю, что в About должны быть три ключевые вещи. Первое, про весь ваш предыдущий экспириенс. Я сейчас прочитала этот бокс, там, по диагонали, я увидела скиллфу, и все, я даже не буду читать. То есть, если бы здесь хотя бы были те же самые названия стеков, на которых вы работаете, или названия компаний, в которых вы работали, или какие-то люди, или, может быть, страны, я бы в целом составила представление о человеке. Сейчас мне непонятно абсолютно ничего. И не хочется вкапываться, если честно. Вот. То есть, в первом абзаце обязательно нужно указывать, что ты провожаешь в предыдущий опыт, чтобы спить. Предыдущий или текущий? Предыдущий, да. Окей. А дальше написать про то, что сейчас. То есть, что вы хотите. Вот, там, Frontend Developer or the Company. Окей, вот это и хорошо. То есть, мне понятно, что человек открыт и хочет работать как Frontend. Ну, да. А дальше, что там, Exciting, Ambitious Project, бла-бла-бла. Вот это тоже для меня бла-бла. То есть, вот, например, конкретно, он хочет работать в корпорации, или он хочет работать в стартапе. Или он вообще фриланс работающий. Или он сейчас хочет, не знаю, там, предпринимателем стать. То есть, для меня пока не очень понятно. И поэтому вот в такие профили будет валиться огромное количество спама. Вот. А, как бы, мы сейчас говорим о том, что вы раскачиваете свой профиль. Чем больше вы раскачиваете профиль, тем больше он открыт к спаму. Поэтому вот этой фразой вы фильтруете спам от реальных людей, которые хотят вас найти и хотят вам написать. Ну, и последняя вещь, которую я обычно всегда говорю, когда мы пишем блок-аваут, это рассказывать о себе. То есть, здесь можно рассказать про свои какие-то суперспособности, или крутые скиллы, или про то, какой кейс вы там очень быстро решили. Либо просто даже про хобби. То, что вы играете в падл, и кто-то вас, например, намет, и в команде, например, любят тоже играть в падл. Вот здесь там у нас, например, суперпопулярно. Вот. Поэтому классно. Покупают у людей. Это касается также предпринимателей абсолютно всех. Всегда рекомендую сделать здесь хотя бы какой-то намек на то, чтобы не борт, а не человек, а что он любит сюда. Классно, да. Это очень классная история. Ну, короче, вот эту штуку точно доработать. Опять же, можно посмотреть, как у других сделано. Подавай про опыт. Вот банк-центр, кредит или lead frontend и middle frontend. Ну, стоу на там сколько? Два года, можно сказать. Мне нравится. Что написано? Есть цифры. Круто, что пространство есть, легко читается. Я бы, конечно, это буллетами оформил, но это ладно. Уже бы там кусовщина и так далее. Да, то есть понятный измеримый результат. То есть человек действительно мыслит результатом. И я вижу, что результат квантифицируем в цифрах. 20%, 140%, годы и так далее. Мне понятно, что, как бы, понятен тип мышления. Что это не процессный чувак, который просто будет жрать деньги, да, там, а человек, который действительно принесет результат в команде. Да, good. Хорошо. Ну, здесь то же самое. Я так, наверное, по всему опыту. Ну, то есть написано, все очень классно, хорошо. Да, вот единственное, что обычно, например, в фаундере часто страдают тем, что тратят вот это место на описание своей компании. Вот это не нужно делать. Это частная ошибка, которая здесь есть. У этого человека здесь нет ее. Да. То есть описывать компанию лучше в странице компании внутри вот здесь, там. Да. Ну, то есть в центре кредита. То есть здесь у меня вопросов нет. Окей. Здесь то же самое. Ну, вот есть и фриланс. Ну, здесь вот есть процессы. Да, здесь процессы. Например, identification, correction, selection. Вот это перевод с русского. Ну, а он 100% на форке работал по часам. Вот мы и видим. Ну, да, 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 да. Ну, мне окей, хорошо. Системный администратор. Хорошо. Ну, то есть, получается, у Лмира три года опта. Да, ну, как он и пишет. Да, там три плюс. Чуть больше. А до этого сисадмином пять лет. Ну, окей, хорошо. Ну, как бы здесь в целом все будет. Опять же, сложно что-то добавить, там, какие-то по мелочи. Соответственно, колледж можно убрать. Сразу могу сказать, это нафиг никому не нужно и так далее. А опять же, здесь, видишь, здесь, скорее всего, нет высшего образования. Здесь нет высшего образования. И на полис это, видимо, повышение квалификации какое-то. Видишь, фронтен. Ну, полгода. Не полгода, три месяца. Это что-то вроде типа курса. Ну, вот смотри, я это заметила. Поэтому вот на полис можно было оставить. Ну, и на полис можно окей. Ну, видишь, да, здесь колледж, вышки нет. И, например, задумайтесь о вышке, как хотя бы там заочной какой-нибудь. Ой, красавец, мальчик. Да. Мне тут одна женщина сказала, что почему вы подтвердили мои навыки, а вы же не специалист в этом. Ну, типа там какое-нибудь финансовое планирование и так далее. Я говорю, подождите, ну, как бы навыки можно подтверждать всем. Мне нет, надо подтверждать только тем, кто специалист. Я говорю, хорошо. Я отжал кнопку назад, удалил контакт. Я говорю, спасибо, до свидания. Вам все, ну, я не блокировал, но как бы я понял, что человек просто, ну, у него там своя система ценностей и настолько сильно заморачивается. Но это все равно, что почему вы мне поставили лайк под постом, а вы же не специалист в этом. Ну, типа вообще какой-то странный. Ну, то есть это вот, ну, короче. Да, поэтому я всем эндорсию. 59 навыков, очень классно, можно достанно бить, будет круто. Языки, ну, есть. Слушай, про навыки расскажи поподробнее. Короче, что за навыки? Ну, как мы видели, да, любой навык – это ключевое слово, собственно, да, в поиске навыки, на самом деле. Как добавлять? Ну, во-первых, навыки должны быть только на английском языке. Если у вас есть на русском, да, например, когда-то добавляли, может быть, ну, здесь все на английском, ну, окей. Соответственно, как добавлять навыки? На самом деле, очень просто добавлять. Вот я покажу, собственно, чтобы не там придумывать и так далее. Надо добавлять навыки из вакансий. То есть вы открываете, например, Frontend Developer. Девелопер, ну, или, знаю, там, Senior Frontend Developer. Да, ставите, не знаю, ну, можно США поставить. Ну, неважно, страна, можно хоть весь мир поставить, да. И, собственно, как бы кликайте на вакансию, и здесь в вакансии есть раздел квалификации. Открываете кнопочку, и он показывает те навыки, которые… Помнишь, вот эти навыки, которые показывались в поиске? CSS, HTML5, Vue, по-моему, там был, React был и так далее, JavaScript и так далее. Видишь, это те навыки, которые конкретный работодатель указал как ключевые слова вакансий, ну, как некий набор датасет, скиллсет в вакансии. Добавили, окей, хорошо, соответственно, пошли к этому. Senior Frontend, тут, что у нас, и так далее. То же самое, Show Qualifications, и пошло-поехало. Добавляйте, я рекомендую добавлять только релевантные, ну, то есть то, что вы понимаете. А значит ли это что-то, у тебя есть Design Strategy, User Experience, как науки, да? Да, да, это я когда-то добавлял, да, да. Это я работал с дизайнерами, и с UX, и с UI. Я очень много работал в ВТБ в Звере, там эта практика очень развита. Да, то те навыки, которые есть, то добавлять не надо. Собственно, у меня JavaScript есть, это очень странно, как это я о себе узнал много. Я не знаю, JavaScript, короче, Show Your Profile Match The Skills. Окей, хорошо. Потом посмотрю, что я там подобавлял. Да, ребят, еще очень важно получать рекомендации от предыдущих работодателей, от своих коллег. Или коллег, да, да. Да, то есть хотя бы там один, два, три, естественно, не на русском, на английском, чтобы всем было понятно. Это важно. То есть я бы сказала, что это одна вообще из самых основных вещей, которые вы можете сделать безболезненно, да? То есть, условно говоря, там писать посты, ну, не каждый любит. Да, а получить рекомендации от предыдущего босса или от кого-то там из команды, это классно. Да, да, сто процентов. Гуд, ну что, профиль разобрали, долго получилось, но я думаю, что сейчас пойдем гораздо быстрее. Давай разберем еще один профиль, и как раз потом из чата, и потом твои. Нет, ну там, почему мы же там еще будем. Бибинут, да, собственно, как раз Астана, талент-менеджмент, HR-перформанс и так далее. Классная фотка. Сразу, видите, то есть, как бы взгляд в камеру, улыбка, какое-то вознаграждение, ну, то есть какая-то там, я так понимаю, какая-то награда, да, классная. Вот эту часть, ну, я думаю, это просто, скорее всего, комбинированно, потому что фотка, она занимает вот такое место. Я думаю, в том числе, чтобы аватар. А, чтобы аватар, ну, что есть, чтобы типа... Ну, да, да, хорошая история, собственно. Мне нравится еще, знаешь, фотки, там, какое-нибудь вручение, там, знаешь, где много людей стоят и так далее. Тоже такая, то есть ты там часть команды или часть какого-то проекта и так далее. У меня тоже так было, мы там в ВТБ, когда работали, получали премию, там вся команда вышла, так классно получилось. Такой, ну, такой, такой типа. Как ты думаешь, вот это вот составление източных резюме, оно работает у нее на ее цель? Я думаю, опять же, я думаю, что у Бабинур цель не найти работу, а, собственно, как раз продажа своих услуг как карьерным консультантом. А я думаю, что это и то может быть. Я думаю, что он может быть открыток предложения Intel Manager и в том числе карьерный консультант. В целом... А, ну подожди. Можно по опыту рассказать. Да, тут же последние два, там, почти с половиной года Бабинур работает как фриланс, карьерный менеджмент консультант. То есть карьерный консультант, да, собственно, как раз. И поэтому, то есть я бы, наверное, бы там, не знаю, помогла там, встам клиентам. Как в Инстаграме пишут, там, со мной работу ты найдешь за неделю. Ну, понятно, это такое, может быть, крише, но давай так, в массе это работает. В большинстве своем это вот только, блин, классно, работа за неделю, там, продающая резюме, топовая компания. Смотри, вот это откидывает, то есть вот могла там бла-бла-бла, она откидывает в поиски эту страницу назад. Важно ли это будет для нее? Для нее это не важно. Для нее это не важно, потому что, я говорю, опять же, когда ты… Но не будут искать не через поиск. Не будут искать. Не через вот этот рекрутер. Линкдин-рекрутер. Никто не будет это искать, тоже нужно понимать. Если ты идешь в некий консалтинг, ну, давай там, в самозанятость, да, то есть ты консультируешь, не знаю, по резюме, по Линкдин и так далее, то тут вообще другая стратегия, полностью описание профиля. То есть здесь самое, что лучше продает, я говорю, опять же, уже по себе, это посты и кейсы. Посты, сто процентов, да. Эти услуги продаются только через посты. А профиль, он является просто как неким, некой посадочной страницкой. Да, и, ребят, просто нужно понимать, что алгоритмы Линкдина работают, да, то есть пост – это вы не пишете пост для своих друзей, вы пишете его для алгоритмов Линкдина, который понимает, кого вам подкидывать. Да, 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 да. И работают, можно прямо здесь тоже сказать, что работают посты, в которых вы отмечаете людей, в которых вы пишете три разных хэштега, например, Talent Management, Career Consultant и… И там Best Resume. Да, да, Best Resume. Вот, и вот такие вещи будут работать, и вам действительно там люди будут стучаться в друзья, причем влевантные люди. Да, 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 да. Ну, опять же, я говорю, работают, действительно, суперпростые лозунги. Помогу найти работу, составлю резюме, там, я не знаю, рекомендую вас топовые там компании Казахстана, например, ну, если условно, обмену на Казахстан работают, все. Это как бы топово. Ну, то есть условно, что сейчас я просто вижу тренд, ну, если говорить про всякие там резюме и так далее, это не просто тебе составят, а еще доведут куда-то. Это рекомендуют, продвинут, помогут в поиске, там, через нетворк и так далее. Вот в эмиратах это особенно ценно. Да, когда ты там не просто резюме там в чатик скинул, где там 100 человек сидит, там, 300, да, а еще там поговорил, рекоменточечно скинул, а я знаю, что вот этот ищет. Ну, короче, именно через нетворк вот это самое ценное, потому что, ну, как бы, как бы такая книжка контактов, да, это, наверное, основное, что есть. В остальном все, опять же, гуд, можно быстренько пройтись. Опять же, тут тоже такой момент. Вот мне нравится, что топ-скилсы на вывод. Топ-скиллы есть, да, у предыдущего как раз не было. Эльмира, да, не было. Вот у тебя какое мнение по этому? Мне нравится, когда вот здесь делают именно соискательные. Да-да-да, мне тоже нравится. Это, опять же, топ-скилсы, это пять скиллов, можно они помечены таким бриллиантиком, да, собственно, как раз это те вещи, которые, ну, как бы, основной вот этот ваш стэк там или софты. Вот мне, кстати, смотри, у меня сейчас есть такой конфликт, когда я смотрю на смесь русского и английского. То есть мне, например, непонятно, зачем писать там первое, образец на английском, второй на русском. Но что мне нравится в первом, мне нравится то, что взгляд зацепился. Шесть лет, NGO, IPO. И вот как бы SAP, да, SuccessFactors. То есть я понимаю, примерно, где она работала, в каких компаниях, и какой у нее экспириенс. То есть, на мой взгляд, он маловат. Мне бы, например, это не продало. Не хотело. Ну да, то есть я бы не пошла, например, к ней, как к карену, к сутанту, а ты пошел? Ну, я бы, да. Опять же, здесь, скорее всего, Бивенур пишет именно про свой корпоративный опыт. Да, собственно, как раз, ну то, что я могу читать. А в конце на русском уже пишет про свой. Предоставляю услуги составления, разбора, редактирования режима и так далее. Я бы, на самом деле, бы, я бы написал бы на русском. Ну, то есть, опять же, если рынок... У меня есть ощущение, что LinkedIn-алгоритмы лучше работают на английском. Это сто процентов... То есть вот это все было сформировано на английском, у нее входящие в трактную страницу было бы больше. А дальше здесь вопрос. Работает ли она только с теми людьми, которые, например, когда-то учили язык? Я тебе могу сказать на примере своего опыта. Смотри, я нигде не пишу, что я помогаю с поиском работы, кроме одного места. Собственно, как раз, видишь, смотри, вот у меня там project manager троливались, нигде не написано, составлю резюме, помогу найти работы, да, и так далее. Но вот мы спускаемся в about, да. Тут тоже нету, да, он там большой, я помню, я сокращал после того, как ты прожаривала, да. Тут, да, здесь нигде нету резюме про это. Но мы спускаемся вниз, здесь вот есть три такие плашечки, которые ведут один на мой сайт, другой на телеграм-канал, другой на ютуб-канал. Я когда эту штуку повесил, я замерил, у меня количество заявок увеличилось в три раза. Просто люди заходят на страницу, и еще есть такая кнопочка book and appointment, записаться на... Пользуется. Book and appointment переходит на сайт. Тоже и Доронин, пожалуйста, а тут вот кнопочку можно это. Собственно, как бы... Слушай, интересно, а какой путь получается у человека? То есть вот эти посты работают на то, что генерирует трафик специально под эти посты? Или все-таки у тебя, как-то они сначала от тебя узнают, потом переходят сюда, подкрепляют свою веру в тебя, а потом после этого... Логика. Клиентский путь следующий. То есть, условно, я делаю пост, например, последний пост, как найти работу в Эмиратах. Три стратегии, которые я использую. Пост набрал 25 тысяч человек. Это где? В LinkedIn. Я про LinkedIn говорю. Соответственно, люди пишут, типа, ну окей, кто-то меня знает, кто-то не знает. Предположим, не знают. Они смотрят. Чувак пишет там 400 лайков, да? Они заходят в профиль, соответственно, листают, потому что, условно, вот этот экран, он там, ну, условно, один из первых, там, второго, может быть, третий экран и так далее. И видят как раз вот эту яркую кнопку «Помогу найти работу за рубежом». И у них, соответственно, люди переходят на сайт, оставляют заявку. Все. А, ну понятно. Ну так, да, я понимаю. Ну, то есть тебе все равно надо писать пост. Да, да. То есть трафик генерируется все равно с поста. Конечно, да. Потом дальше ты его лендишь на яркую картинку и дальше уже там сайт нажать. Да, там есть такая услуга, есть такая, это столько стоит, это стоит, вот оставят заявку, там консультация бесплатная. Все. Прикольно. Вот. Да. То есть как бы клиентский путь такой. Я еще хочу в Телеграме там кнопочку сделать запись, у меня там нет закрепа и так далее, надо это сделать. Ну, короче, собственно, и вот эта штука как бы работает. То есть реально я потестировал, раньше у меня была просто кнопка перейти на сайт, да, соответственно. Да, там кто-то, конечно, переходил, но когда я повесил вот эту яркую картинку и расставил ссылки, у меня и подписки на Телеграм пошли, и на Ютуб пошли, ну, на Телеграм больше, а на Ютуб меньше, и, соответственно, стали больше заявок приходить. Все. Прикольно. Как бы вот такая история. Поэтому я просто тестировал, можно здесь ссылочку поставить, да, но я говорю, вот эта кнопка, она, почему Booking Appointment, потому что, смотри, эта штука, она идет через все посты. То есть условно, сейчас тебе покажу, как это выглядит, то есть условно, вот мой пост, да, и она менее заметна и так далее, но видишь, вот синий, вот вот это. То есть ты нажимаешь, сразу переходишь на сайт. То есть это, но эта штука доступна в премиуме только, собственно, как раз. И вот эта штука, она по всем репостам, по всем постам идет и так далее. Вот. Супер, ребят, поняли, да, сейчас, что можно такую вещь сделать с любым сервисом, что бы вы ни делали. Да, да, да. Или вы разработчик софта какого-то там, не знаю, приложения или там еще что-то. То есть вот можно вот такой клиентский путь сделать через LinkedIn. Но опять же, это для тех людей, которые не ленятся писать посты. Да, потому что, я говорю, если вы не пишете, ну, то есть если вы консультант, и не пишете посты про себя, про свои, там, кейсы, не делитесь экспертизой, это не работает. Ну, продажа не работает. Только продается через пост или через вебинар. Да, good. Пойдем дальше. Соответственно, здесь разобрали опыт. Ну, собственно, вот, вот смотри, вот здесь как раз цифра, да, помогла, там, провела 100 вебинаров, да, или как, 100, или что, вебинар для 100 студентов, для 100 студентов. Правда, как это продает. Ну, окей, хорошо, предположим, помогла 100 людям, можно заменить, да, соответственно, разработал, являюсь ментором, там. 100 школ. 100 школ. А, 100 high students. Да. 100 студентов. Я не имею в виду 100 студентов. Вот, собственно, как раз являлась ментором на курсе проектный карьерный менеджмент, да, классно. Там, веду блог в телеграме, ой, в инстаграме, тиктоке, да, соответственно, привела, и у нее больше 100 людей. Вот это классно, вот это можно как раз обаут написать, можно написать коротко и в хедлайне, да, и, собственно, как раз, ну, я уверен, за два с половиной года там реально кейсов очень много было. И вот, собственно, я так понимаю, это какие-то ссылочки еще, да, на сайте, ну, какой-то воркшоп. Да, окей, классно. Да. Что там еще с профилами? Ну, я так понимаю, это опыт, HR-адвайзер, ассистент директора. Давай, кстати, про карьерную линию посмотрим. Как? Я иногда смотрю вот прям как, то есть мне иногда понятен, да, путь человека. То есть я сейчас, например, вот я сейчас закрываю вакансию Investing Relations. В целом, в университетах не пускают, не выпускают людей под названием Investing Relations. 100%, да. То есть это приобретенный опыт. Кто это может быть? Я себе как бы откладываю. Окей, это может быть человек, у которого есть Sales Skill, правильно? То есть он там был либо Customer Support, либо он был Community Manager, или Business Development Manager, да. Или просто Sales, да. То есть вот это как бы те скиллы, которые человек мог получить в универе. Дальше. Мне интересно, поскольку как бы человек работает с инвесторами, должен быть какой-то типа Luxury подход. То есть это не просто человек, который там в банке отвечал на кастом. На холодные. Да, и сразу же там к инвесторам. Нет. Да, то есть тогда здесь какой-то там Relationship Manager, или какой-нибудь там вот там partnership, что-то такое, какой-то вот experience, и от какого-то нормального, приличного бренда. То есть я понимаю, что их там точно классно обучили, у него была хорошая школа, он понимает, что не нужно там, что нужно говорить, что не нужно говорить, да. Что не нужно там в 10 часов вечера инвесторам звонить, и так далее. Вот. А дальше, например, третья вещь, которая мне нужна была, это понимание того, что человек что-то вообще сечет в вечере. То есть это либо аналитик, либо какой-нибудь банкир, либо это на стороне, там, на инвесторской стороне человек работает. То есть вот три таких вещи. И дальше я просто прохожу снизу вверх и смотрю, есть ли там пункт один, пункт два, пункт три. Если там одного не хватает, все, это как бы отказ. А если у него там какая-то хорошая кооперативная карьера, но не именно продажа, не взаимоотношения и так далее? Нет. То есть ты не думаешь, что такой там самоучка, я не знаю, какой-нибудь там, я не знаю, не знаю. Вот. Это классный вопрос. Это знаете, я буду учитель человека, и я тогда спрашиваю, а есть ли у меня время? А у меня его нет. Хорошо. А если у него это не написано, но она в общении с этим человеком, ты понимаешь, что у него есть навыки? А я просто не понимаю в общении, потому что я сразу его как бы списываю. А, ты сразу его списываешь, все, я понял. И поэтому как раз я и говорю, что правильно здесь все-таки прописывать вот логику, и это тоже как бы логика, как, например, человек нанимает, или как он в том числе общается, например, как инвестор общается с фаундерами. То же самое. То есть инвестор, например, смотрит на человека и говорит, так, например, у него была сплошная корпоративная карьера, а потом он фаундер. А я, например, инвестирую только в second time founders. То есть это важно. Что-то второе. Второе. Да, разобывают люди, например, когда они сделали какой-нибудь первый неудачный стартап, они это убирают. Не нужно это убирать. Я понял. То есть, наоборот, классно это показать в образе. Что-что. Ну, понятно. Пока опыт у жопа. Да, да, да. Ну да, для многих это важно. Но смотри, как раз, обмену, что она начинала как ментор для студентов из старших классов. Соответственно, дальше как фриланс. Она работала координатором волонтеров. Потом пошла прогнем в люмни координатор, ассистент директора. Два года, собственно, классно. Там выросла. Там выросла. Потом три с половиной года HR-адвайзер тоже. Карьера пошла. А потом стала консультантом. Логично. Ну, в целом, да, 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 да. У меня первое место, первое место работы, которое есть, специалист технической поддержки в колл-центре. Я прошел 19 лет. Собственно, как бы этот... Бесценный опыт, согласись. Да, да, да. Техническая поддержка. Здравствуйте. Аж данных очень важен для нас. Блин, я на самом деле вот недавно тоже просматривала эти резюмешки. Каждый раз, когда мне пишут какой-то человек, у которого customer support, я думаю, I feel you, bro. Да, да, да. Ну, мне кажется, что-то мы начинали, да, да, да. Я после школы с института учился, там, в 6 вечера до 12 ночи. Короче, там, да, интересный опыт вот это модемы настраивал, Wi-Fi там. Короче, ну, да, все с чего-то начинали. По образованию, опять же, бакалавр права, high school диплома. Ну, тут все отлично, все классно. Сертификаты есть, смотри, тоже. Да, но для фамберов, например, нужны эти сертификаты и для, там, то, что было выше. А если какие-нибудь, я не знаю, спортом сертификаты, то, конечно. Не, ну, какой-нибудь, например, на курсе ли ты записался какой-нибудь там, я не знаю, лидершип, да, от, я не знаю, какого-нибудь а-ля там, я не знаю, кембриджского университета. Это как? Да, логично. Ну, это классно. Ну, то есть, условно, там, а какой-нибудь проект, я не знаю, там, GoPractice для продуктов, это нужно для фаундера работать с метриками, какой-то, кто у меня? Вообще нужно. Ты мне так не знаешь? Да, обязательно. Ну, вот. Ну, то есть, понятно, Microsoft Office 2003, наверное, не стоит писать, да. Там, Excel 2003, наверное, да. Проекты классно. Волонтерство, волонтерство, это прям очень крутая история, видишь, этот department of state. Да, это волонтерство тоже, смотрю. Ну, это, как бы, что-то говорит о твоей ценности. Да, ну, смотри, видишь, еще этот, госдепт, я так понимаю, да, ну, вообще, outstanding volunteering experience, volunteer service. Да. Просто вообще. Таким, ты не хочешь сообщаться. Да. Да, и здесь, и детям. Ну, короче, очень активная жизнь, но в целом по фотографии видно, что человек светлый. Да. И рекомендации, ну, мне кажется... Слышали, он сказал, что по фотографии видно, что человек светлый. Да, да, да. Это то, что подсознание, да, выдает любого человека, который смотрит на свою фотографию. Да, а дальше мы смотрим опыт. Я не смотрел профиль досу. Я не знал, что там волонтерский опыт, что есть еще что-то и так далее. Да, и видно, что человек, ну, таким, ну, опять же, да, как... Да. И на самом деле то, что вот ей пишут такие длинные рекомендации, это тоже, на самом деле, сказывается. Да, 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 да. То есть человек реально тратит время на то, чтобы ее захайлайтить. О, что там синер программ офисер, да, да, да. Это классно, да. Нет, профиль отличный. Вот награды, заслуги. Кстати, редко кто действует. Хакатон, видишь, Виннер. Победитель Хакатона. Давно, ну, не ЮНИСЕФ, но какая разница, да, собственно. Короче, профиль прям очень классный. У нас там кто-то слушает еще. У нас 32 человека. Нормально. Ну, я знаю, что. Прошу за... Мы тут болтаем, можно просто уже там. Ну, окей, давай. Мы о том уже как раз там час условно болтаем. Я думаю, что можно как раз начать разбирать. Вот у нас Мария, например, есть. Мария, вы тут? Давайте сейчас Марию. Вот, да, давай. Вот это классно. Мария, это вы? Да, привет. Да, привет, привет. Можно камеру включить, если хотите, можно это... Не, не готова. Я понял. Да, девушки, да. Позволите. Собственно, это ваш же профиль, да? Да, мой. Все. Расскажите, вы какую цель преследуете в LinkedIn? Вы ищете работу или просто как это присутствует? Да, я ищу работу. Я вот недавно переехала в Штаты. Вот. И, соответственно, теперь мне нужна работа здесь. Ага, да-да-да. Да, Мэриленд, США, да. Open to work. Я бы другой город поставила. Какой? Балтимор или Вашингтон? Рядом который, да, крупный. Ну, потому что там будет офферов больше. Региональный центр? А есть задача найти прямо вот в том городе, где живете, или все-таки в крупном городе? Не, я больше смотрю вообще удаленное, вот, ну, либо гибридное, что-то рядом. У меня вот где вот open to work, у меня там перечислены и Вашингтон, и Балтимор, как бы... Мария, смотрите, вот если поставить Нью-Йорк, то там будет самое большое количество трафика на вашу страницу. Угу. Ну, можно посмотреть, просто видеть фронт-энд инженер или фронт-энд девелопер и просто по городам пройтись и посмотреть, где будет больше всего вакансий. Больше всего Нью-Йорк, Лондон и Дубай. Вот можно прям проверить даже, когда меняешь город, вакансию. Сейчас, кстати, лучше это не делать, почему-то они реально банят профиль из-за этого. А потому что айпишник. Они смотрят по айпишнику, то есть там какая логика, что, типа, если ты ставишь ты, что ты в Америке, а при этом находишься там по Будаме, да, они смотрят айпишник разный, и они думают, что тебя кто-то взломал и подключаются из Америки. И поэтому профиль блокируют, типа, подтвердите данные. Такое было еще, там, год назад. Ну, короче. Ну, вот, между, как внутри страны одно и все нормально, то здесь можно, например, как раз воспользоваться большой проходимостью через Нью-Йорк разных вакансий, тем более, если вы открыты к удаленной работе. Ладно, спасибо. Короче, можно экспериментировать. Я вообще рекомендую, честно, раз в две недели города менять, собственно, чтобы это. Мне очень нравится вообще шапка, фотография, как тебе. Да, очень классно. И имейл. Спасибо. Я бы по правому краю выровнял бы. Ну, ладно, это вкусовщина. Там это, собственно, да, и фотография классная, и улыбка. Да, полуборота, но как бы ничего. Фронтенд инженер, фронтендевелопер, 5 лет опыта, опять же, React, JavaScript, ну, как мы видели, да, там, растапи и так далее. Мало контактов, срочно добавляйте там всех рекрутеров, всех там, я не знаю, каких-нибудь Java. Ну, да, я стараюсь каждый день по хотя бы по нескольку человек. Вы можете это автоматизировать. Можно, можно фонтамбастером написать туда в чате? Можно, да, 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 да. Да. То есть есть такая штука buster.com, да? Да, и он, а давай прям, можно зайти? А, тебе надо... Мне надо ригаться, да. Короче, это аутрично. Да, то есть здесь прям есть конкретный фонтам, который я хотела бы показать. Если у тебя есть, то минутка зайти, просто потом почту подтвердить. Я бы показала, что... А, а, все, можно здесь. Так, LinkedIn, Connection Expert, ниже, Brasmore. Так, нам нужно... LinkedIn, нет, ниже, 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 они почему-то не знают. Вот, где-то здесь. Search to lead connection, вот этот. Вот этот? Да, прям вот можно ссылку накинуть, uses a desk flow, и вот... А, ну, я понял. Он нормально, правильно ссылку даст. Да, то есть, короче, вот, что бы вы ни делали, там, вы пьете кофе, общаетесь там с друзьями, да, вот, ваш фантом должен всегда работать, и всегда должен вам приглашать новую аудиторию. Вот Ваня правильно сказал, что для вас сейчас самая правильная история будет рекрутеры, то есть, вы прям выбираете роль, там вам он просто все по шагам говорит, а сейчас там... То есть, открываете в соседнем браузере, вот у вас в соседнем браузере у вас LinkedIn ваш открыт. Лучше, чтобы это был промо-браузер. Дальше, он там просит вас скачать расширение, скачивайте это расширение, запускайте. Дальше он говорит вам, дайте мне там cookie session. Вы скопируете ссылку из LinkedIn, даете ему, нажимаете кнопку, он там сняет. Дальше вот нажимаете на этот фантом. Это платная же история, да, там по подписке? Он там две недели бесплатно, а дальше 60 долларов в месяц. Шаттер, окей. Да, и суть в том, что вы, например, в LinkedIn выбираете аудиторию, там, New York и роль, например, head recruitment, или talent acquisition, или там talent acquisition, то есть нужно разную гипотезу строить. И посмотреть, и просто всем добавлять сообщение, там, привет, я там такая-такая-то, я расширяюсь. Без премиума нельзя добавлять, там, есть лимит, они поставили лимит. Да, абсолютно. Там, по-моему, чем что-то 5-6, короче, 5 в неделю, по-моему. Ну, опять же, тоже можно премиум купить на месяц. Да, можно бесплатный месяц, да, 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 можно так, да, да. LinkedIn helper я использую для этой штуки, это очень похожая история, соответственно, это тоже автоматизация, а там, причем, ну, короче, это бот, который себя ведет очень, как человек, он заходит на страницу, скроллит вниз-вверх, там, что-то там заходит в пост, выходит назад, идет вверх, потом добавляет, пишется, ну, короче, там, типа, имитация, потому что LinkedIn любит эти автоматизаторы, они могут банить, но, да, вот эта штука точно работает, да. Да, и здорово, сколько там, 160 у него было, да, по-моему, в музее? Да, то есть здорово хотя бы там 300 человек сделать. Очень лучше, 160, да, да, у вас немного, поэтому, этот, окей, да, это 100% можно, да, open to work, ну, здесь все окей, content developer. Locations. Да, Locations надо поменять, опять же, remote, я думаю, можно поставить просто США, и все. Нет, я поставила города, Санкт-Петербург, Техас, или там. Ну, там, понятно, Остин какой-нибудь, я понял, да. Да, там, где, например, крупные какие-то центры есть технологические. Я бы, на самом деле, еще, по-моему, позицией, вот вы front-end developer, front-end engineer, добавьте что-нибудь, JavaScript developer, или React developer, ну, вот с языком, собственно, как раз будет классно. Вот я еще не люблю, когда пишут immediately, I'm actively applying, потому что те компании, которые, например, нанимают сейчас, как бы они будут вот только у вас на блюде, да, а, например, те, которые хотят нанять через три месяца, а процесс может быть одинаковый, у них компания. Может быть такое, что у вас там собеседование в Apple займет полгода, а, например, три месяца срочная какая-нибудь вакансия у стартапа, Series A, конечно же, вам предпочтительнее, чтобы Flexible было. Flexible, да, да, остальное все ок, я смотрю, full-time, part-time, temporary. Окей, здесь все good, классно, да, классно сделали. Ну, тоже при себя, хотя в целом как бы, ну, кратко, видишь, пять плюс лет, если это опыта, application development. Классно, email, все отлично, feature, как мы это, ссылка на резюме, классно, кстати, да, что на резюме есть сразу, да, американский формат, все классно, все здорово, Ross Reaster. На такое можно лист трафик прям. Да, ну, все красиво, да, все классические, классическое американское резюме, собственно, по опыту. И куча русских постов, что это? Конкурс бесплатный, кто это, в общем. Но они просто спросили это, как бы, пост потом про это написать. В английском. Можно же на английском, ну, ну, окей, как бы этот, я думаю, что это в целом, опять же, можно несколько постов, это все уйдет вниз, как бы, опять же, какие-то репосты сделать. Вот мое такое мнение, что я вообще не люблю, когда люди пишут на русском, что-то в профиле. И я несколько лет жила в Штатах, сейчас уже там три года, что я в Эмиратах, то есть я почти шесть лет уже не живу в России. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что как только вы как бы решили, например, жить за рубежом, да, все, что вы делаете, вы делаете для международной аудитории. То есть, когда вы пишете что-то на русском, это по факту, ну, то есть это какая-то там, не знаю, история про то, что ваши друзья не будут понимать, о чем вы пишете. Ваш потенциальный работодатель не будет понимать. Ну, то есть для этих людей, я, например, вот когда там открываю какой-нибудь профиль, кто-нибудь пишет там на китайском. Ну, для меня это странно. То есть я сразу же закрываю, думаю, ну, почему человек не может там, для меня это про уважение. Тут, опять же, смотри, как бы твоя целевая аудитория постов, кто? Китайцы, русские или американцы? Ну, у тебя глобальная целевая аудитория. Твои русские, кто тебе нужен сейчас, они все понимают на английском. Да, но, как бы, опять же, я, ну, вот лично я, опять же, да, что там Мария ищет работу, да, как бы я не ищу работу, да, но, соответственно, там условно я хочу, чтобы ко мне ходили клиенты. Мои клиенты это русскоговорящие. Соответственно, проще на эту аудиторию писать на русском языке, и мне так проще, и, собственно, как раз и читать людям проще. Вот смотри, я сейчас приведу такой пример, может быть, ну, как бы он где-то параллельно идет с тем, что мы сейчас обсуждаем, вот у меня есть, как бы, несколько каналов, ну, по сути, привлечения клиентов, да, то есть, я занимаюсь фэнрейзингом, у меня есть Телеграм на русском, у меня есть, там, в Фейсбуке Ямал сейчас пишу, ну, считай, два, давай, Линкдин на английском и Телеграм на русском. Вот ко мне в Линкдине стучатся стартапы с российскими корнями тоже, в том числе. Так. Я там пишу только на английском, и они со мной начинают диалог на английском тоже, они думают, что я там не русский, да, чаще всего даже первый звонок у нас идет, и мы сразу там начинаем общаться на английском, а потом такие, кажется, что можно на русском. Что можно на русском. Да, и вот я точно могу сказать, что в массе качество компаний, которые мне приходят через Линкдин, оно намного выше, чем Телеграм. Сто процентов, потому что аудитория разная. Да, то есть вот прям совсем-совсем новички, которые там никогда не делали бизнес, которые считают, что они сейчас там на слайды зарезают 10 миллионов долларов по оценке 100, понимаешь, вот это ко мне приходит из Телеграма. А вот люди, которые закрыли, например, сделку одну уже с каким-то UK-based fund, закрыли лид инвестора там Дубайский фонд, и вот им сейчас нужно, например, в следующий раунд поднять уже на основе этих данных. То есть они уже обсесались, уже поняли, как бы, как жизнь устроена, когда ты живешь. И вот такие люди приходят. Ну, я говорю, у тебя аудитория разная. Да, ну вот тебе, например, как бы, тебе удобнее с кем работать. С русскими? С русскоговорящими. Нет, которые хотят приехать. В этом вся фишка. У меня же как раз, если они переехали, они уже... Да, или, не знаю, из любой страны, из Казахстана. Или, например, переехали из России. Давай так, вот тебе просто такой, можно перефекционный. Тебе классно работать с теми, кто сейчас приезжает первый раз в своей жизни, или с тем, кто уже переехал, например, в Грузию, уже понял, что такое переезд, какие косты, и прочее. И вот сейчас, например, хочет переехать в Дубай. Мне кажется, там осознанность другая. Я могу сказать, да. Ну, то есть, условно, если ты сделал один шаг, я сам, на самом деле, так рекомендую. Если вы хотите переехать в Эмираты или, не знаю, в США, условное, да, США, но у вас не хватает навыков, переехать в какую-то СНГ страну, типа Грузии, типа, не знаю, Казахстан, Узбекистан, устроитесь там в офис, ту же международную компанию, или в локальную, а потом уже делайте второй шаг. То есть, ну, постепенно. Соответственно, как бы я работаю с теми и с теми, и кто хочет переехать, но я согласен с тобой. Те люди, которые, условно, с Ваней, да, нам шансов мало. Да, это как бы на самом деле месседж не в том, что там сейчас, как бы вот, да, я просто говорю, не в том, что в зашеме тех людей, которые с Саратово хотят, ребят, просто у вас огромный путь, а вот мой месседж сейчас тем, кто продает услуги, да, например, вот вам намного удобнее будет работать с теми людьми, которые уже понимают английский, которые, например, уже имеют опыт переезда, да вам чеки будут другие платить. Я согласен, но, как бы, ладно, можно сейчас как раз на профиль, Евгений, можно ссылку на ваши каналы? О, можно, да, 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 а можно в LinkedIn, да, найти, я в Телеграме, я укажу, посмотрите пост в Левом канале, я дам ссылку на этот, на Телеграм, ну, на Телеграм-канал, да, там будет просто пост отредактирования. Давайте к Марии вернемся, я согласен, мы чуть в сторону отошли, это важно, но там прописционирование, но понятно, в каком контексте писать на русском и на английском, как бы, это обсудили, давайте по опыту, ну, опять же, мне кажется, это просто из резюме, скопировано, да, здесь как бы вопросов нет, протонт-инженер, софтвер-инженер, здесь все будет. формат тоже, что это формат, что это формат, то, что это формат действия, да, то, что сделали тот, да, 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 не просто development of, creation of, там, что-нибудь, да, кстати, вот здесь обязательно тоже скажу, что каждый раз, когда я читаю development, это как будто бы люди описание вакансии скопировали, сюда вставили, и там следующий работа. я говорю, есть открыть любое описание вакансии на headcenter.ru, там написано, ваши обязанности, разработка, ведение, найм, да, и так далее, и там все просто пишут именно существительные, да, development of, там, проливали, да, mentorship of, там, это, а в английском все привыкли к глаголами, либо developed, либо mentored, либо hired, там, ну, либо там еще какой-нибудь, там, я не знаю, и поэтому... Это, кстати, интересно, я всегда думала, что просто люди, как пластитесь job description, неважно там на английском или на русском, ну, и рекрутеры тоже всегда думают, а если у вас есть такой подход, чтобы все-таки описать свои ключевые достижения, то это намного выше ценится. Да, окей, хорошо, здесь все good, инженер, я бы заменил бы на мастерс дегри, мы с вами, Мария, учились в одно и то же время, да, поэтому у меня тоже инженер, московского акционного, но лучше на мастерс. Кстати, когда делали золотую визу в Эмиратах, мне добавили бакалавра, там, просто как бы на арабском, ну, как бы я не был против, поэтому, как бы, ну, короче, пишите, пишите мастерс, да, здесь это, сертификаты все окей, потому что, да, инженер никто не понимает, в Америке что такое инженер, ну, я имею в виду степень инженер, да, по сертификатам окей, яндекс практику, html, окей, скиллы, 85, кстати, вообще, рекомендации есть, курсы есть, одна, 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 девочки, вот опять же, да, смотрите, вот вопрос, от кого вы берете рекомендации, это бот, понимаешь, ну, кто-то специально зарезался, да, это не нужно делать, это рекомендация, она только уничтожает вообще ваш профиль, какой-то разработчик, непонятно, англичанин не прочтет это, какой-то пустой профиль вас отрекомендовал, вот просто надо удалить это и забыть, нужно, короче, поставить здесь нормальные рекомендации от существующих людей, которые хотя бы как-то заботятся о своей странице. Да, ну, желательно, да, чем выше позиция, там, кстати, спрашивали, кого нужно просить рекомендации, просите любых, до кого достучитесь, чем выше позиция. Я же спросила, спрашивала. Да, ну, реально видно, что человек как будто зарегался по вашей просьбе, отдал рекомендации. То есть это прям реально лучше. Все в Телеграме. Да, да, да. А есть просто сейчас же, ну, в России заблокировали LinkedIn, и у меня вот среди знакомых, у меня вот еще один оставлял рекомендацию, его вообще заблокировали, она пропала рекомендация, вот. и, ну, как бы, с теми, кем я работаю, у них, как бы, не развиты вот профили. Если попросить кого-то просто каких-то там разработчиков написать рекомендацию, с которыми я, ну, физически не работала, но, насколько это будет ок. У нас нет матча по компаниям там. Короче, с разработчиками, мне кажется, это tricky. В общем, они честны, они могут один раз пойти на эту уступку, а потом им позвонит какой-нибудь там, например, в Америке, иммиграционная служба, и скажет, а вы знаете Марию Дакимову? Он такой, нет. А у вас рекомендация LinkedIn? Он такой, не-не, это она меня сама попросила. Да-да-да. То есть вот, чтобы такого не было? Ну, на самом деле, как бы, тут смотрите, здесь нет правильного ответа, да, что, опять же, можно сказать, что вы там, я не знаю, там, были подрядчиками друг друга, да, что вы там, не знаю, менторили кого-то, или вас кто-то менторил, это практически нереально проверить. То есть условно, если вы не работали в одной компании, это можно проверить, да, то как бы остальным реально, это просто, ну, менять рекомендации. Я, конечно, написала одну в своей жизни рекомендацию за букет цветов. Да? Но я заставила, короче, заставила этого человека посидеть со мной и поработать над его LinkedIn, что я действительно дала консультацию. А, ну, то есть как бы, ну, да, то есть поработали вместе. Да-да-да. Ну, классно. Поэтому согласен, да, лучше, ну, с кем-то договориться, просто обвиняться рекомендацией, вы там ему или ей, и он вам. Да. Вам. А так все будет в целом, то есть вот за исключением пары штыков, еще русский язык уберите. Да. Лучше, чтобы было на язычный, так проще будет. Вы будете обновлять один профиль. Да. Да, вот про это можно тоже сейчас поговорить? Давай. Кто-то бывает, иногда на арабском начинает сейчас делать. Как вот удалить или зачем вообще их несколько? Как удалять? Да. Ты же можешь? Удалять очень просто. Вы заходите в профиль, здесь профайл лэнгвидж, заходите сюда, можно добавить язык, соответственно. Есть люди, которые ведут на двух языках. Почему люди ведут на двух языках? Потому что они ориентированы и на англоязычную аудиторию, и на местную. Например, на арабские компании, на французские компании, я не знаю, на испанские компании и так далее. То есть, соответственно, так как, опять же, в России LinkedIn не суперразвит, его, кстати, заблокировали реально, по-моему, в 16-17 году, то есть его очень давно заблокировали, но он доступен через VPN, как бы проблем нет. А, собственно, это многие как раз ведут на русский. У меня у самого так было два года назад еще. У меня был русский профиль и английский профиль. И мне приходилось каждый раз переводить вот это, два раза заполнять, это люто геймор. Можно еще третий язык добавить, я тебе открою секрет. То есть, можно, не знаю, французский, арабский, английский. Да, то есть, это сделано. Для чего это сделано? Логика очень проста. Например, у меня основной профиль на языке английский, у тебя английский. У кого-то, например, у Марии, не знаю, французский. Я французский, рекрутер француз, ищу французов про французскую компанию. Соответственно, я захожу в профиль, то есть, LinkedIn видит профиль язык интерфейса и показывает в первую очередь тот язык профиля, который соответствует твоему языку. То есть, если у меня включен французский, у человека профиль на французском будет показан французский по умолчанию, не английский. Я думаю, что он автоматически переводит. Нет, он не переводит как раз. Нет, он как бы тебя либо туда кладет, либо туда. То есть, условно, если... Ну, то есть, условно, если я сейчас включу язык русский в LinkedIn и зайду в профиль Марии, мне покажется в первую очередь русский язык. То есть, это сделано просто чисто для удобства смотрящего. Интересно. Но с точки зрения, я говорю, опять же, это настолько, как бы здесь редкий случай. А изначально русский профиль, напишу основном английского. Вот это, кстати, частый вопрос тоже. Если изначально русский профиль, напишу... Что пишу? Пишу на английском. Пишу все на английском. То есть, смотрите, какая логика. Вот у меня тоже профиль на английском, весь опыт на английском. Нет ни одного русского слова практически, кроме баннеров. Собственно. Но я пишу на русском. Соответственно, ну, то есть, условно, как бы я и карьеру строю, и там консалтинг продаю свой, да, там карьерный. И поэтому у меня просто разная аудитория. Поэтому я могу сказать, что добавьте... Я сделал проще. Оставил только все на английском. Вот пишет, нужно добавить английский профиль и удалить русский. Да, 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 да. То есть, вы добавляете, не знаю, там, я сейчас добавлю арабский, да, соответственно, создам профиль. Ну, окей. Иван-Иван пусть будет. Собственно, как бы Project Manager. Собственно, вот у меня появятся два языка. Соответственно, видите? Ну, то есть, он там, то есть, он там, вот онлайн меняет, имя меняет и так далее. Вы заходите сюда. Открываешь, у тебя баннер такой шлеп, вот так вообратно. Вопрос. Да. Удаляете, соответственно, там, ну, в данном случае, арабский, да, у вас остается английский, и все. Собственно, да. Это очень просто делается. Гуд, ну что, давайте следующий. Спасибо вам. Да, Мария, вам удачи в поиске. А давайте кто-нибудь, кто может с камерой выйти. О, да, давайте кто с камерой, да. Кто еще не заснул? О, я могу. Данил. Данил. Данил, давай. Так, а где ты? Ага, все, включай. Всем привет. Спасибо большое, что вы были. Да, привет, привет. О, видишь, баннер тоже, как раз. Синер QA. Прям сейчас баннер сделал, пока разговаривал с вами. Чтобы сказать, что баннер запилил. Классно, классно. Так, тоже Астана, Казахстан. У тебя сколько? Нет, я в России, но я еще не в России. Поэтому, кажалка, Казахстан. Как это? Окей, хорошо. Так, ну, давай посмотрим. Automation QA, QA Full Stack, Automation Development. Вот так, QA, QA, хорошо. Давай смотреть. То есть здесь у тебя все это, да, совпадает. Ты ищешь... Так, а почему у тебя стоит США? Это нужно менять пока. Да, тут, конечно, Казахстан добавить еще. Вот. Ну, то есть смотри, как бы, на что нужно менять. Ну, опять же, если у тебя стоит Казахстан, то ставь Казахстан, как минимум. Да, соответственно, ну, опять же, как бы, США удаленка, ну, практически нереально. Можно оставить, ну, как бы, Эмираты тоже это практически нереально. Собственно, на удаленке. Поэтому, опять же, удаленка из России, на самом деле, вообще она лимитирована сейчас. Да. По количеству, да. Ну, то есть, опять же, санкции, VPN, что-то не работает. Опять же, там, могут забрать. И так далее, да. Поэтому многие как раз не любят удаленка. Опять же, возможно, опять же, страны СНГ. Я не исключаю, что такое возможно. Есть такие юзкейсы, что, например, наши какие-то соотечественники уехали, открыли компании. Где я, в основном, открываю? В основном, на самом деле, открываю от Эмираток. Где-то там вот внизу, там, Грузия и так далее. Да, Грузия, Узбекистан, там низкие аналогии, да. Да, Грузия, Узбекистан, Латвия. Латвия, Эстония. Там, например, Таиланд и там Бали в том числе. Возможно, да. И вот можно таргетировать вот эти страны и наниматься к людям, которые вот уехали и, например, свои команды перевозят. Вот это может рабочий юзкейс быть. Да, поэтому как бы США, Эмираты и Армения – это хороший выбор. Ну и, кстати, можно добавить еще две страны. Да, пять стран можно добавить. Я рекомендую сначала по всему СНГ пройтись. Ну, то есть Узбекистан, Казахстан, Армения, Грузия, да. Опять же, там есть российские компании, которые перевезли офисы. Есть хорошие местные компании. Опять же, там в Казахстане каком-нибудь Драйв, да. Ну, то есть это тоже международный игрок. Там банки и так далее. В Узбекистане тоже хорошо сейчас нанимают. Я про QA не знаю, но, например, продакт-менеджера предлагали 6-6.000 тысяч долларов на руки. И Узбекистан, правда, там нужно туда переехать, но как бы это хорошие деньги для Узбекистана 100%. Вот как бы поэтому, ну, то есть как бы я бы по СНГ бы прошел все. В США, Америку, ну, Эмираты 100% не получатся на удаленке. Да, США тоже, собственно, как бы из России. В США есть варианты открытия удаленного LLC, и через него можно искать работу. Есть у меня знакомые, те, кто так делают. Поэтому вот я указал, то есть, а потом со времени, когда будет, тогда можно будет открыть компанию. На самом деле, вот, с точки зрения рекрутера тоже могу сказать, что часто работодатель сам помогает открывать всякие там ЭП, LLC и так далее. То есть важно прийти на собеседование, и там, если вы понравитесь, то, в общем, для вас все это могут организовать. У меня реально опыт работы рекрутером, да, то есть в сингловой агентстве не было ни разу, чтобы отказали кандидата, потому что у него нету своего какого-то там перлица. Наоборот, помогали открывать, еще платили за эти... Ну, сейчас чуть-чуть поменялась история, на самом деле. До сих пор, до сих пор. До сих пор. Ну, окей, нет. Варианты возможны. Опять же, да, то есть это как надо пробовать все, да, дальше просто смотреть, идет, не идет. Собственно, опять же, цель какая? Найти работу за валюту, да? Да, чтобы меня искали, вот, допустим, ищут в США, да, и я вот попаду в их выборку. Ну, да, но основной точно искать не буду тогда. Ну, да, да, тут нужно тоже поменять, конечно. Можно поменять. На самом деле, можно сделать так, что вот в этом фильтре оставить одну страну и попробовать несколько разных городов. Супер добавить другую страну. Опять же, тоже несколько городов. Можно так, да, 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 можно так. Ну, опять же, это как бы страны странами, а мы идем, ну, здесь все хорошо, классно, да, все сделано, все понятно, топ-скиллы, идем в опыт, я вижу... Не думаю, что можно было распилить пополам. Вы думаете, что спилить? Ну, а зачем так много? Ну, опять же, здесь achievements, expertise, skills. Ну, вот смотри, я теперь не понимаю, мы ищем работу QA, или это Python... QA автоматизатор на Python пишет, а автоматизация на Python в основном. То есть это просто язык создания скриптов, да, собственно. То есть ICD, Swagger, Project Management, Project Management еще, я тут же играл. Ну, тебе не кажется, что много, немножко есть расфокус? Я думаю, что можно, опять же, на самом деле, можно убрать скиллы, потому что скиллы уже есть в скиллах, да. Вот достижения я бы оставил бы, они звучат хорошо, соответственно, здесь контакты окей, ну, я бы, наверное, скиллы бы оставил. Ну, опять же, на самом деле, как бы... Мне очень нравится этот outline. Вначале, да? Да. I consistently made contributions to the development of 5-codes of projects. Вот прям вот это очень характеризует тебя как человека. И у меня прям очень важно это почувствовать. Окей. Вот, ну, опять же, здесь как бы нету сто процентов, вот это убери, вот это, это. Это просто как бы мы говорили с вами. Да, просто много, мне кажется, знаешь, у людей, у которых там, например, они от общего и частного, у нас же два типа людей, да, те, которые, наоборот, мелочи, как бы, вникают, да, и те, которые, например, у картин. У рекрутера, когда он сканирует профиль, ему нужно, как бы, большую картинку дать. Да. Какую-то ситуацию. А дальше ты уже это дизитализируешь больше, там, в резюме или, там, на самом собеседовании и так далее. Вот, и чтобы здесь как бы не было такого, что, блин, я не понимаю, ты кто, проект, или ты разработчик, или ты вообще, там, не знаю, потенциальный предприниматель, чтобы чуть-чуть как бы сузить. Да, ну, собственно, опять же, да, как самое основное, когда мы идем вниз и на тех, дочка ВТБ, Белл Интегратор, это Белл Интегратор, Сбертех, это дочка Сбера и так далее. И мы видим, что, как бы, американские компании, да, собственно, какая-то, типа, а где вы работаете? А что ты делаешь? А тут ничего не сделаешь. Нет, здесь ничего не сделаешь, ну, как бы, просто, я говорю, опять же, для Америки нужен американский опыт. Да, 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 то есть, например, там, ближайшие несколько лет, там, условно говоря, полтора года в одной какой-нибудь компании, там, два, например, в другой, в каких-нибудь международных нужно для того, чтобы здесь появился международный опыт. А потом уже, да, можно вот это вот все удалить и оставить. Да, ну, одно просто выйдет, да. Да, ну, опять же, тут задача у Даниила, это как раз, собственно, получить этот опыт, да? Да. Я поэтому, если честно, когда писал на тех, поэтому и не выбрал из списка выпадающего и на тех, они не могли перейти и посмотреть, что это русская компания, а на тех звучит не совсем по-русски. Да, это правда. Да, и Сбертех, через черточку я это заметил, да, там не Сберман технологии, да, а, собственно, это. Ну, Белл Интегратор тоже тут какой-то Белл. То есть, поэтому картинок и нет слева компании. Да, ну, вот смотри, например, такой лайфхак, что вот, как ты скажешь, кстати, вот Сауди, Эмираты абсолютно нормальные. Вообще все равно, вообще все равно. Ну, как бы, да. Они видят О-Банк, поясы красок. Я, короче, недавно у меня началась такая тема, я начала ознакомиться здесь с фамилией офиса. Я познакомилась с офисом Шеха Аль-Мактума в Дубае, и я, короче, прихожу, я думаю, я прихожу для того, чтобы везти инвестиции. Они говорят, а мы вообще нефть продаем. Познакомь нас, да, кроме нефти. А, я понял. Я такая думаю, блин, что делать? Ну, понятно. Ну, и пошло-поехал. Да, да, да. Ну, да, 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 то есть, как бы, у меня тоже на работе ассоциация с русскими, там, как бы, прямая. Калашников, я говорю, привези калашников. То есть, я бы думала, что вот конкретно сейчас важно работать, выходить, вообще, на компании, которые в целом нормально, да, нормально относятся к русским и к российским компаниям, в том числе к опыту. Вот, поэтому, не знаю, стоит ли здесь прятать логотипы? Ну, опять же, зависит. Я бы поставила целью, да, найти опыт в компаниях, которые лояльны к российскому опыту. Да, да. Но они уже международные. Да, да. Расскажи про свой опыт, как ты там 200 собеседников взял? Я могу сказать следующее, что в первую очередь важен домен, то есть, это предметная область, то есть, условно, ты работаешь на техе, а на кого ты работаешь, да? Ну, то есть, это, скорее всего, ВТБ. Да, ВТБ – это что? Это у нас банк, это у нас финтех, это у нас какие-нибудь payments, это какие-то loans и так далее, да, и так далее. Вот это домен экспертиза, потому что, реально, для большинства иностранцев это все набор инотех, сбертех, какой-то там какой-нибудь тех еще, там, перевертех и так далее, да. Поэтому, как бы, просто нужно, окей, ты в ритейле работал, классно, ты работал в, я не знаю, там, как он, дейта, да, там, хранилище данных, классно. Да, да, все, а дальше это уже, ну, вот это важно. Да, и здесь вот этого, кстати, нету как раз. Да, 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 да. Ну, это не указано. Ну, да, то есть, здесь больше такие технические подробности, а к нему не указано, что это финтех и так далее. Да, 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 это не указано. Короче, вот еще. Ну, здесь по опыту, ну, и опять же, да, обязанности и достижения, мне кажется, немного, много обязанностей. Я бы, конечно, это сократил бы как минимум обязанности раза в два, а добавил еще достижения. Ну, это мое скромное мнение. Ну, а так все как бы по, все хорошо. Senior Technical Support Specialist. А сколько ты QA? Четыре года получается, да? Ну, на Python вообще с 2018 что-то кодил, а да, QA четыре года. Ну, окей, хорошо, нет, ну, это все. Карьера хорошая в плане личности. Да, 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 все, все понятно. А можно вопрос? Есть нелевантный опыт, да, то есть работал и, получается, как в гостинице, директором гостиницы, ресторана, вот это добавлять, как в предыдущий опыт, до айтишки или нет? Не, не надо. Не, не, мне кажется, вот прямо супок есть, то... Не, не, все хорошо, да, последний супок, не надо. Да, 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 директор гостиницы, ресторана, там, листовки раздавал у метро, не надо. Ну, и хорошо бы, конечно, рекомендации опять. Рекомендации, да, да. А где, кстати, у нас блок Featured? А Featured нету. А почему нету? А Featured был у... Данила, а есть блок Featured? Избранная, по-русски называется. Нет, дел. Это что? Как-то я обращал внимания. Какие-то наступления, не знаю, там, хакатоны, что-то такое. А, где я был? Не, я в таком не участвовал, к сожалению. Можно режимы вывесить. Ну, вот, избранная вот, это как раз... Как его открыть, покажи. Вот так. Нет, там шапки. Как его надо добавить? Add profile добавить секцию, recommended и... А, Featured, понял. Фичерд, на самом деле, можно добавить посты, ссылки на внешние сайты, документы, презентации. Ну, вот, можно тут прям, смотри. Я, кстати, иногда просто на телефон писать одну минуту видео или, там, 30 секунд, выложить его на YouTube с доступом по ссылке и выложить сюда. Можно так. То есть, это не для тех, кто, там, например, там, C-Level, там, или, там, фаундеры каких-то, там, больших компаний живут. А вот, например, для фаундеров, которые сейчас привлекают к вести, вести. Приложений нет там раньше? Или для, там... История... Да. Блин, там раньше была, кстати... Там раньше была видеовизитка, кстати. Можно добавить. Помнишь, было в профиль и заходишь? Да, вот что-то типа такого. Сейчас... Нет, я не вижу. Приложения можно было только сделать это. Ну, окей. Окей. Да. Так, ну что? Вот. Good. Так. Данил, ну, в целом... Ну, в целом все разобрали, все хорошо. Да. Да, чуть-чуть отредактировать и все будет просто. Открылить часть... Да, ну, странно. Странно это самое главное. Странно локация, да, это что? Да. Надо поставить. Спасибо. Так, это был правильный страниц. И good. Фотографию надо отправить? Много говорили, что нужно фон убирать? Или здесь нормально? Органично? Нет, здесь все хорошо. Да, да, да. Все хорошо. Опять есть Python, Telegram. Опять же, нужно понимать, что в Telegram международный рекруктор никогда не пишет. Да. Линкдин, имейл, телефон. Да, собственно, как раз вот. А, имейл нужно все добавить, да? Telegram пишет только СНГ. Да. Все, это нужно понимать. Это вот основной инструмент коммуникации. Поэтому вот это TMI, Аквапро, ну, это все равно, что сейчас я укажу ссылку на WeChat. Типа, чего? Ну, то есть, вот примерно это так выглядит, да. То есть, как бы, типа, что это такое? Вот, это скорее. TMI, это, ну, вот имейл укажи, будет лучше. Да, собственно. Спасибо большое. Подожди, у него аудитория русский, как бы, русский хайр. Ну, хорошо. А если это Америка, это тоже русскоязычный? Ну, вот. Ну, я все равно Yahoo Messenger я укажу на русское аудиторию. Условно я говорю. Ну, да, логично. Ну, понимаешь, да? Это такая странная штука. Или Skype, например. Хорошо. У нас никто в Skype не пишет, хотя раньше писали. Да. А я, знаешь, тоже думаю, вот мой, например, Meet, я когда там была, ну, у меня была агентство рекрутинга, я захожу на страницу, и я открываю, вот, например, контакты, сейчас секунду, вот здесь, да, вот в More, здесь вот эта вот штука, About this profile. И вот здесь вот ничего нету. И думаешь, блин, ну, почему человек не оставил телефон для того, чтобы я ему WhatsApp написала? Да, ну, вот есть Contact Infer. А, вот здесь есть. Contact Infer, да. Да, здесь есть. Ну, или там где-то иногда несколько лет контактов. И думаешь, блин, ну вот как? А кто-то берет, оставляет тебе Телеграм, да, уже спасибо, вообще, человек. Я сразу же пишу, он тут же отвечает, я тут же назначаю всем седом. Да, все, Кренский путь очень классный. Да, 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 да. Поэтому, ну, да, согласен, как бы, ну, опять же, если это СНГ, можно оставить за пределы СНГ, реально это не... Реально, это не... Тут задают вопрос, кстати, какие топ-5 стран указать для удаленки, надо указать те страны, где больше всего вакансий. По опыту, это США, это Великобритания, из Европейской Германии, Голландии, ну, и что-то вроде... Опять же, какие вакансии, ну, это легко ищется. Вот так, что предыдущие девушки сказали, что из Америки лучше не искать удаленные вакансии. Лучше искать. В чем разница? Разница в том, что... Ну, опять же, топ-стран... Мы не говорим, что топ-стран, где больше всего вакансий. Мы же не знаем у Владислава, где Владислав находится, где у него разрешение на работу есть. Собственно, мы говорим вообще в целом, да, если у тебя... Тут, опять же, как бы искать-то можно где угодно. Хоть в Зимбамбо, да, как бы хоть на Мадагаскаре, да, как бы вопрос, есть ли открытые позиции там, возьмут ли вас туда и... Условная разница в том, что если вы, например, там, всегда работали в России, переехали в Джорджию и сейчас ищете на американском рынке, то как бы вероятность маленькая. Вероятность маленькая, да. А если вы, например, там живете в Америке уже какое-то время, у вас, например, есть какая-нибудь там виза таланта, и вы хотите удаленку, конечно, вам там лучше всего будет. Конечно, да. Хочется вакансия. Но в том числе вы сможете, например, в каких-то других странах искать. Поэтому, да, говорю, искать можно реально где угодно. Вопрос, что будет, можно поставить Нью-Йорк, можно купить виртуальный американский номер, да. Правда, не нужно писать плюс один, не сказать плюс один, это зашквар. Все пишут там, по-моему, ну, короче, без единички, но без хода страны, да, как у нас там 8-909, а не плюс 7-909. Смотри, вот вопрос, правда ли миф, что Magic Open to Work отпугивает рекрутеров? Я считаю, нет, мы это вот с Саней на умы разбирали как раз на выходных. Это нифига не отпугивает, это все… У меня работала сотрудница, прорабатывала месяц, и у нее по-прежнему было Open to Work. Вот у меня очень сильно это отпугивало. Нет, у тебя как работодателя, да, как бы. По факту, на самом деле, я могу сказать следующее, что как бы единственное, кто может вам проявить вопрос, это ваш руководитель на текущем месте. Рекрутер скажет, а что это ты там с зеленой плашкой, да. Собственно, поэтому, если вы хотите, потому что, опять же, ну, какая, не у всех есть LinkedIn-рекрутер, не у всех есть самый дорогой рекрутер, да, соответственно, как ты говоришь, многие просто ищут тупо в поиске в LinkedIn, да, соответственно. Они не видят там вот это Fipper Open to Work, да, соответственно, и они видят только плашки. Собственно, ну, либо на шару писать, либо плашки, да, поэтому, как бы, если, как Данил, способен, ну, искать работу открыто, вообще без проблем. Это облегчает обычным фрилансерам, рутерам, еще, ну, то есть это. Можно получить рекомендации от коллег, боссов в компаниях, и будет полный меч. А так получается, что рекомендации будут от сотрудников других компаний, где ты не работал. Нет, ну, конечно, сейчас нужно получать от компаний, где вы работали, да, это основное. Компания из Катара, где эти позиции на удаленке по всему СНГ. У меня на регионе, в общем, на так, в общем, я видел компанию из Катара, где эти на удаленке по всему СНГ. Нет, ты говорил про Эмираты, что здесь мало удаленки. Про Эмираты реально я редко встречал удаленки. Есть вакансии, которые написаны прям ремоут, но, опять же, там такие деньги, что как бы... Мне кажется, что разрабов не манимают ремоут, но маленькие деньги. Да, маленькие деньги, такие... Есть в Эмиратах в основном офисы продаж, офисы привлечения инвестиций, какие-то продуктовые офисы, а какие-нибудь там маркетинга, разработка, действительно, там есть удаленка. Есть удаленка, да, понятно, что как бы не всем выгодно, чтобы сюда перевозили, но это очень мало. Да. А, как Владислав говорит, в США без вариантов удаленки зачем указывать, да, собственно, как бы этот... Ну, опять же, Владислав, я не знаю, где вы находитесь, да. Если вы находитесь в Москве, конечно, в США не нужно указывать. Ну, нет вариантов, да. Поэтому, кажется, я дали вопрос про 5 крупных стран. У меня были интервью в УАЕ на удаленную работу. ИБ, компания, выходцы из СНГ. Ну, выходцы из СНГ, да, понятно. Как бы это 100%, я говорю, удаленка, это просто чтобы сэкономить. Ну, кто не будет вам платить 10 тысяч долларов, если можно вам заплатить 3 тысячи долларов на удаленке. Там 3,5 условно, да, и сколько это в России? 300 тысяч рублей. Ну, как бы вообще, да. Ну, конечно, да. Поэтому, как бы здесь, опять же, непонятное дело, есть вопрос денег. Да, ну, в моем понимании, что если вы там ИБшник с опытом, можно и находитесь в Москве, можно такие же деньги, там, 500 тысяч рублей получать, там, 400 тысяч. Ну, опять же, там надо смотреть опыт, но условно, находясь в Москве, можно получать больше, чем на удаленке. Да. Опять же, вопрос опыта, вопрос, в чем вам платят, да, и как вы получаете эти деньги, да. Почему все хотят в международной компании, чтобы отойти от рубля, да, и получить вот этот представутый международный опыт, да. Собственно, как бы здесь, здесь есть нюансы. 27. 27. А кто там есть, я посмотрю. А давай сейчас... Какой-то не есть, кому-нибудь, не знаю. Чей-то файл этот... No taker, да, no taker. No, ok. That's all, ok. Я предлагаю, наверное, еще один профиль разобрать быстренько. И как раз мы уже два часа, я думаю, что можно заканчивать. Если ты кого-то скинула. Давай, кого? No. Николай. Николай, ok. Вот, ok. Давайте Николай. Так, chairman meets... Ok. Ну, Николай так мою работу не ищет, да. Co-founder, CEO, active investor и так далее. Ну, я бы с первого, что делал, я бы убрал бы шапку сайта из бэкграунда. Просто, как бы, одно дело, ну, во-первых, по всем законам дизайна, когда у вас один элемент наезжает на другой, условно, фотка на текст, как бы, ну, как бы это не читабельно. Да, это как раз нужно сделать ту самую кнопку, которая... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, фотография отличная, headline, все здорово, опять же, количество контактов, да, давай примем, количество контактов, все классно, оказание сервисов, кстати, есть, все здорово. Я бы перенесла в... вот здесь такая штука есть, open tool, там вот providing services, как ты, кстати, на этом... А это оно и есть, да, это, это, это есть, это сервисы и есть. Там, кстати, еще хорошо, красиво оформляют, там можно там прям кнопочками сделать, очень-очень классно. Ну, опять же, я считаю, что на самом деле это полная хрень. Работает? Да, ну, я опять же, как бы, я... по факту, на самом деле, для чего это нужно, это в поиске. Ну, потому что это нужно для тех, кто сейлс-навигатор покупает. Да-да-да-да, там, типа, есть оказание уступов, можно как раз... Да, это то же самое, что ты показывал про рекрутер LinkedIn и, как бы, вот, оформление страницы про сейлс-навигатор, это тоже второй продукт LinkedIn, и он прям очень хорошо работает. То есть, вот, все вот эти кнопки, хэштеги хорошо бы, конечно, вводить. Окей, ну, опять же, как бы, нет, пожалуйста, если сервис оказывается, без проблем всегда можно поставить. Нету блока About, блок About один из... Да, и блок About это... Фичерд, фичерд не самый важный блок, About важный, там есть пять блоков, которые считаются вот это All Stars, которые... Ну, вот смотри, фичерд важный для человека, который проводит сервисы. Да, да, для человека, который предоставляет какие-то услуги, да, это 100%. Как бы, для тех, кто предоставляет сервисы, например, рейзит деньги, для них что важно? Для них важны рекомендации, круги друзей и фичерд. И фичерд, да, да. Да. Опять же, опыт тут ничего не написано, ну, то есть, тут просто фаундер, мембер, чейермен и так далее. А что, где, что? Ну, да, но в целом, на самом деле, вот, как бы, с этого, там, с такой позиции, мне кажется, как бы, международные компании, да, понятно, в целом, что, как бы, уровень человека. Ну, мембер, но мы же член сообщества B&I Global. Давай так, давай посмотрим карьеру. Программист, проект аналитик. Мне, кстати, не говорит, ни один программист не говорит, что он программист. Он говорит, он, я девелопер, он разработчик. Да, и интересно. Проект аналитик, не аналитик, а аналист. Короче, у меня вот непонятных, достаточно хектик. То есть, вот смотри, 2003 год. И четыре года опыта. А потом сразу же board member. Да, 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 и четыре года опыта где-то потерялись. Потом какой-то еще member, что это значит, непонятно? Не знаю. Ну, член сообщества какого-то, наверное. Это же нам компания. Ну, то есть, карьера вызывает вопросики. А, знаешь, интересно, как можно выйти... А, я просто смотрю, я сначала подумал, что он председатель совета директоров, а потом фаундер. Как можно фаундера вырасти, если ты не оставал основания компании? Ну, это параллельно. То есть, член совета директоров и фаундер. Ну, окей, хорошо. Хорошо структурировали. Единственное, что разные города, непонятно тоже, почему здесь. Да. Мари, 14 лет. А, ну да, все правильно. Да, это параллельно, да. Рига, Стокгольм, Александр Лондон, а тут Резекне. Латвия. Короче, на самом деле здесь вот прям реально надо прочесать. Это все надо прочесать, сто процентов. Да, то есть, я бы здесь оставила какие-то важные вещи, оставила бы нормальные города. То есть, видимо, если там через запятую он отписывает строчку, нужно выбрать эти города здесь и как бы их оставить. Я считаю, можно города. Ну, окей, можно, да. Ну, это не критично. Education. Education тут переделать. Ну, в Мастерс Дегре, так вот, Резекне, там какая-то школа средняя, да, так понимаю, или что там старшая школа, 4 года. Там сколько? Ей можно это удалить. Project N тоже, 13-й год. Ну, короче, либо профиль, то есть, как бы, начало хорошее, да, то есть, шапка, фото и так далее, да, ну, как бы, а дальше прям, прям все переделать надо. Рекомендации есть с 17-го года, ну, давно уже, 7 лет прошло, поэтому... Ну, вот смотри, а мне кажется, что это рекомендация от кого-то из родственников. Да, наверное, да, да, видимо, из того же компании, да. Да, это плохо. А, да, вот, скорее всего, от жены. Да. Ну, короче, вот такое не надо сделать. Да, ну, окей. Это как сравни вот ту рекомендацию от года, примерно. Да, 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 там два контакта, да. Да, чтобы это никто не будет верить. Если вы другу там написали, да. Окей, ну, good, ну, короче, да, тут много чего переделать. Так, давайте вот Антонову, мне нравится, давайте еще профиль Антона. Что такое, самая безопасная зона для текста в шапке? Шапки, левый верхний угол. Ну, то есть, типа, смысл такой, что ты текст пишешь вот как у меня в левом верхнем, правом верхнем углу, и типа, как бы, он читается так лучше, когда ты, ну, когда, ну, то есть, визуально он смотрится привлекательно. Давайте Антона Шарапова. Антон, меняйте фотку, сразу вам говорю. Меняйте фотку, я понимаю, это что, Кронштадт, судя по всему, да, скорее всего, Морской собор. Короче, меняйте фотку, фотку в шапке, без улыбки. Короче, мы это все проговорили. А бэкграунд, ну, что-то совсем прям серые эти питерские облака. Что-то, ну, опять же, можно что-то более там нейтральное. Белград. Белград. Понял, Павел, извините. Короче, фото меняйте. Так, фриланс транслейтер, это private entrepreneur. Что это? Вы фриланс переводчик в ИП? О, мой гад. Короче. О, смотри, какой-то технический переводчик, похоже. Короче, смотрите, первое. Антон, вы переводчик, но ищете software developer. Да. Как бы, ну, come on. Ничего. Ну, как бы, определитесь, да, кто вы, да, переводчик, там, редактор, proofreader и так далее. Окей. Уберите слово фриланс. Никто не ищет фриланс транслейтера. Фриланс – это просто, как бы, способ, ну, занятости, да, самозанятости, да. Да, тут, там, ремонт можно на это заменить. Да, просто укажите переводчик, я не знаю, там, proofreader, копирайтер, эдитор и так далее. Убирайте слово фриланс, ну, как бы, это не нужно. Разработчик убирайте, понятно, или какие-то курсы прошли, да, ну, как бы, come on. Опять же. О, кстати, есть прикольная роль, называется data journalist. Это человек, который может запрогать статью, так что у тебя там какие-то бегунки, ты их там, например, вправлю двигаешь, у тебя текст меняется, в принципе. А, я понял, да. То есть, что-то, вот, может быть, так это совместит. Ну, я думаю, что это просто опыт, именно, когда переводчик-редактор, да, поэтому, как бы, тут нужно писать. Россия экономическая зона, ну, опять же, если вы в Белграде, пишите локацию. Не знаю, там, Белград, Сербия, да, как бы, ну, тут очень важно понимать. В Европе, ну, практически нереально без, опять же, там, разрешения на работу. Но, опять же, если это фриланс, там, B2B, как бы, все возможно, но, тем не менее. Поэтому локацию точно укажите, укажите здесь город, добавляйте контакты, Open to Work полностью переделайте. Соответственно, вот это Dear Customers and Colleagues и так далее. Убирайте, вы не письма пишите, это не e-mail, да, соответственно, это не, как бы, просто напишите. То есть, условно, представьте, вы на собеседовании, вам задают вопрос. Соответственно, Антон, расскажите о себе. Вы же не будете? Дорогие господа, спасибо, что вы пришли на это интервью. Позвольте мне рассказать. Я там такой-то такой-то, да, вы сразу говорите. Я там профессиональный переводчик, 27 лет, там, вот мои, там, лапы и хвост, да, и так далее. И, собственно, то, что вы пишете, как вы переводите, English, Russian, там, шведский, Language Skills, Near Native, ну, Fluent напишите. Да, собственно, близко к... Что значит, ты бы сказал? Близко к... Короче, перевод у Near Native. Да нет, Fluent напишите, и все, как бы, и будет, ну, или вот Advanced и так далее. Education Training, все окей, но опять же... Я бы, если честно, не стала писать Advanced. Ну, окей, как бы, это можно что-то, ну, Fluent можно писать. Да, то есть, как бы, да, это как, типа, B2. Ты бы стал заказывать переводчика, которого B2 на близке? Нет, конечно. Ну, да, да. Ну, у Advanced, это же B2. Ну, нет, у нас это C1. C1, да. Это C1, да. Ну, тоже нет. Ну, окей, как бы, Fluent можно. Опять же, вот эти, как бы, не нужно писать, что было там 30 лет назад. Курс изучения Python для чарджа 5, ну, камон. Короче, есть секция для курсов и для выздавания. То есть, все берем и отправляем туда. Опять же, ну, представьте, да, что вы нанимающий менеджер. Я говорю, слушайте, Антон, здравствуйте, я персональный переводчик, закончил курсы Python для чарджа 5 и компьютерное зрение. Ну, условно, да, я, как я люблю, проводить пример. Вы колбаса, которая хочет быть Кока-Колой. Да, ну, не надо так делать. Мне кажется, что, короче, то, что я считала, я не знаю, права или не права, что у человека есть какая-то специфика технологическая. И мне кажется, что вот это все можно, просто можно писать посты в Линкдине и, там, где-то рассказывать про какие-то кейсы или что-то. Ну, короче, так, чтобы заставить алгоритмы Линкдина показывать ваши скиллы и, может быть, тоже какие-то куски текста, что ли, я не знаю, как это это обыграть, так, чтобы было понятно, что вы переводчик, именно технический переводчик. Я думаю, просто буллетами нужно написать, потому что очень много, ну, реально, ну, это как письмо, да, соответственно, с уважением, Антон, да, собственно, как бы. Это прикольно, но это не формат Линкдин, да, это формат резюме. Пишите, пишите, там, с уважением, добрый день, там, спасибо за ваши, там, эти. Да, собственно, как раз вот это все, ну, это полностью переделать, просто кратко опишите, сколько лет опыта, с чем вы работали, кто ваши клиенты, сколько, я не знаю, там, условно, документов сделали. Я условно говорю, да, тут нужно именно больше. Ну, вот как буллет, помните, мы разбирали, там, четко там сделал, раз, два, три, четыре, пять, да, собственно, как раз. А тут все, семьи, да, вот это классно, вот это классно, то, что вы сделали в избранном, собственно, да. Опыт, ну, опять же, здесь полностью все переписать, транслейтер, опять же, кстати, можно еще написать, что если... Вот в чем разница, фриланс, прайтер, и транслейтер регистрирует прайтер. Да, мне кажется, ни в чем, да, и опять-то то же самое, просто из этого. Никто это читать не будет, никто это читать не будет. Давай конструктивный совет. Короче, конструктивный совет. Я рекомендую следующее. Все написано до нас, просто найдите два-три профиля переводчиков, не знаю, там, американских, там, я не знаю, на рынке, там, Британии и так далее, как оформлены профили профессиональных переводчиков LinkedIn. Посмотрите, что пишут они, да, собственно, как раз. Просто посмотрите на опыт, на структуру, да. Я уверен, никто не пишет, я там окончил школу, а потом пошел там туда, а потом на питон и так далее, да. Просто, я говорю, все написано до нас. Возьмите два-три референса, да, и полностью переделайте профиль. Можно сделать пост, делать классный портал, можно зафичерить его. Да, 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 можно добавить в избранное, почему бы нет, люди любят, да. Но опять же, как бы, переводчик, который хочет войти, прошел там несколько курсов, ну, я вас уверяю, не тратьте время зря, у вас шикарный опыт, я уверен, если это правильно описать и правильно расставить акценты, все будет отлично. Да, собственно, как раз не нужно вот эти все там, питон, окей, для себя хорошо можно, да, QA, там, QA, тестер, питон, ну, камон, да, как бы, не надо это. Пишите о том, что у вас сильно, да, ну, тем более, шипбилдинг, ну, окей, ладно, там, не профильное образование, но, тем не менее, окей, хорошо, это все оставьте. Да, донор, прови, курсы, окей, вот, ну, все написано. Короче, два-три профиля и все будет круто. Гуд, ну, что, мы разобрали хоть немного профилей, но, мне кажется, подробно разобрали все разделы, рекрутерские вот эти все фишки, вывели несколько людей в эфир, мне кажется, было очень классно. Классно, да, смотрите, значит, тебе зачем обращаться? Линкдин, кост, работа, пожалуйста. Там кто-то пишет про жарка, вот у Вани есть консультацию. Да-да-да, пожалуйста, кто на сайте есть. Формат часовой или что-нибудь. И часовой, и недельный, и месячный, там, разные форматы есть вообще на любой вкус и кошелек, собственно, как бы здесь без проблем. Приходите. Да, а мне можно приходить за переупаковкой под фанрейзинг и под... Личный бренд. ...продаж, да. Под бренд, да, под консалтинг. Гуд, все, запись будет на Ютубе. Собственно, я выложу чуть позже сегодня. Ну, собственно, приходите, да, в следующий раз на прожарку. Спасибо всем, кто здесь сидел, так много людей было. Да, 22 человек, в пике было 40 человек, я посмотрел. Да, очень классно. Спасибо всем. Всем спасибо. Осталось бы самым смелым. Самым смелым, да. Спасибо, всем счастливо. Пока-пока. Пока.